У нас мест не так много осталось свободных, с учетом того, что люди еще подходят там, и кто-то на проходе еще стоит. Давайте присаживайтесь все. Коллеги. Дорогие друзья, я хочу всех поблагодарить за такой высокий интерес к нашему мероприятию. И большое представительство и со стороны общественных организаций, и со стороны экспертных кругов, со стороны зоозащитных организаций, кинологических организаций, федераций. Всех рад видеть. Давайте начнем нашу работу. Дорогие друзья, у нас задача с вами сегодня, с одной стороны, понятная, с другой стороны, очень непростая. Нам надо сегодня обсудить такое большое количество подзаконных актов числом 6, которые готовят профильные ведомства во исполнение норм закона об ответственном обращении с животными. Подготовкой этих подзаконных актов ведомства занимаются с начала этого года. Это процесс, который они развернули достаточно оперативно. Я хочу поблагодарить и Министерство природы, и МВД, и Минсельхоз, и другие ведомства, которые этой работой сегодня занимаются. Потому что мы дали очень сжатые сроки на подготовку подзаконных актов. Мы дали полгода. Но понятно, что в этой ситуации качество не должно пострадать. Именно поэтому мы с вами договорились о том, что два таких мероприятия мы проведем. Первое мы проводим сегодня. А второе, я думаю, что мы проведем в мае. На которых мы в режиме обсуждения с экспертами нам ведомства представят подзаконные акты. А мы, соответственно, к этим материалам каким-то образом отнесемся. Всего правительство готовит 13 подзаконных актов. Из них 10 правительственных, 3 ведомственных. И 3 региональных законодательных акта должны будут подготовить субъекты Российской Федерации. Сегодня мы обсуждаем 6. Это методические указания по организации деятельности приютов. Я называю в том порядке, в котором обсуждение будет идти. Методические указания по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев. Порядок организации деятельности общественных инспекторов. Перечень животных, запрещенных к содержанию и требования к использованию животных в культурно-зрелищных целях. И 6 перечень потенциально опасных собак. Представлять подзаконные акты будут соответствующие ведомства. Представители здесь у нас присутствуют. У нас за большую часть подзаконных актов отвечает Министерство природы Российской Федерации. Иван Владимирович Валентик, заместитель министра, присутствует сегодня. Он будет докладывать. И сегодня один подзаконный акт представит Минкультуры. И один подзаконный акт представит Министерство внутренних дел. Уважаемые коллеги, я перед каждым подзаконным актом буду делать некое вводное слово. Потому что наш комитет проанализировал эти документы. Мы с вами со всеми, практически со всеми, общались до проведения этого мероприятия. Мы собирали предложения, которые у вас есть. И я благодарен, что вы эти предложения нам направляли. Поэтому мы неким образом их уже обобщили и суммировали. И у меня просьба, чтобы у нас с вами работа была конструктивной, с учетом того, что нам предстоит обсудить 6 очень серьезных документов, которые будут регламентировать эту деятельность. Мы давайте будем исходить из следующего. Доклад по подзаконному акту от профильного министерства 5, но максимум 7 минут. Выступление от тех, кто у нас записались на выступление, 2, максимум 3 минуты. Вот это надо учитывать для себя, для того, чтобы мы с вами здесь не заночевали. Первый подзаконный акт, который мы с вами обсуждаем, методические указания по организации деятельности приютов для животных, установления норм содержания животных в них. Коллеги, это очень важный документ. Фактически он устанавливает порядок функционирования приютов в субъектах Российской Федерации и в муниципалитетах. Важно понимать, что это методические указания являются основным перечнем самых необходимых требований для содержания животных без владельцев. Конкретные законы будут приниматься на уровне субъектов Российской Федерации, и они будут прописаны на уровне каждого субъекта, но они не смогут содержать требования ниже, чем то, что прописано в этих методических указаниях. Поэтому во многом от того, что нам сейчас министерство представит, будет зависеть то, как это в регионах деятельность реально будет осуществляться. Значит, в качестве тех вопросов, которые у меня есть, я бы попросил министерство природы, докладчик по этому подзаконному акту, сразу отразить выступление. У нашего комитета следующий вопрос. В подзаконном акте, внимание, основное все уделено содержанию безнадзорных кошек и собак в этих приютах, но при этом мы сейчас столкнемся, что у нас потребуются приюты и для диких животных, которые содержались в неволе. С учетом того, что закон запрещает содержание в неволе, определенный перечень этих животных есть, сегодня он тоже будет представлен. Значит, для этих животных должны будут также быть организованы приюты. Здесь мы этого не видим. В то же время определенные требования к содержанию диких животных в приютах быть должны. Мы знаем, что в регионах такие приюты создаются, они функционируют, в том числе весьма крупные. Но неправильно эту тему пускать на самотек, иначе мы имеем возможность столкнуться с массой перекосов там. Поэтому слово для выступления я предоставляю Валентику, Ивану Владимировичу, заместителю министра природы России. А потом мы, соответственно, пойдем по списку выступающих, которые у нас записались для выступлений предварительно. У нас выступления из зала будут от микрофонов, соответственно, 1, 2, 3, 4, они пронумерованы. Поэтому те, кто записывался по тем или иным подзаконным актам, вы сразу дислоцируйтесь поближе к микрофонам. Пожалуйста, Иван Владимирович, вам слово. Спасибо. Добрый день, уважаемый Владимирович, уважаемые коллеги. Если позволите, я буквально несколько слов скажу об общей ситуации с подготовкой всех актов, которые по соответствующему распределению, которое сделало правительство, с учетом полномочий готовит Минприроды России. У нас 8 актов правительства, 1 ведомственный приказ. На сегодняшний момент у нас 3 проекта постановления правительства 15 марта внесены в правительство. То есть для тех, кто не очень хорошо знает нюансы регламента правительства Российской Федерации, это означает, что уже получены все необходимые согласования, и документ находится в правительстве, подготавливается к утверждению председателем правительства. То есть, в принципе, уже финальная стадия. Ну, прежде всего, понятно, мы меняем положение у федеральных органов эксплуатационной власти, наделяем полномочиями по вопросу обращения с животными. Это новые полномочия. Значит, соответственно, второй акт – перечень животных, запрещенных к содержанию. И третий акт – это перечень случаев, при которых допускается содержание и использование животных. Остальные пять актов правительства у нас прошли процедуру согласования, обсуждения регулейшн, полученные замечания, в том числе и которые от вас поступили. И по проекту приказа об установлении порядка организации общественных инспекторов он тоже проходит процедуру общественного обсуждения, антикоррупционную экспертизу. Мы хотели бы вас проинформировать, что мы провели с участием специалистов и благодарим агентствам стратегических инициатив, которые по решению правительства участвуют активно, предоставляют свою площадку для обсуждения этих проектов два мероприятия. Это было 28 февраля, 12 марта. Я думаю, что вы принимали там активное участие, направляли свои замечания и предложения. Поэтому в сегодняшний момент, в любом случае, до утверждения акта нет еще окончательного решения. Эти замечания даже на площадке правительства по внесенным актам можно учесть. По тем актам, по которым продолжаются процедуры согласования, можно дополнить их соответствующими замечаниями и предложениями. Поэтому в порядке общей информации можно говорить, что сегодня пока нет окончательной позиции ни по одному документу, хотя многие из них близки к окончательному утверждению. Поэтому мы здесь готовы к конструктивной дискуссии. Я просто, Владимир Владимирович, в курсе. Для меня это некая новая зона ответственности, которую мне недавно передали в министерстве. Я, с вашего позволения, буду отдельно по актам предоставлять слово начальнику отдела Егору Лыкову, который детально знает все эти вопросы. От вас я поработаю на прием замечаний и предложений. И у нас в Минприроде создается рабочая группа по учету дополнительных замечаний и предложений. Я ее возглавил. Приказ, соответственно, подписью министра сейчас находится. Поэтому я готов буквально с завтрашнего дня уже в активном режиме диалога по всем замечаниям над этой темой работать, как в своей новой зоне ответственности. Поэтому я по первому акту тогда, Владимир Владимирович, с вашего решения передам начальника отдела Лыков Егору. А обозначитесь, пожалуйста, где вы? Вы просадите тогда к трибуне сюда и докладывайте. А пока у нас коллега идет, мы давайте о чем договоримся? Что мы те предложения, которые сегодня здесь прозвучат, мы тогда рабочую группу Ивану Владимировичу передаем, от комитета их как бы формулируем и, соответственно, просим учесть в качестве замечаний, как там, особенно резонансные. У нас больше всего вопросов, конечно, вызывает так называемый перечень потенциально опасных пород собак, потому что оно встретило такое, в общем-то, достаточно справедливое, очень серьезное общественное обсуждение, этот документ. И перечень животных запрещенных в содержании. Вот эти два документа, по которым наверняка будет больше всего вопросов. Так, а аппарат я прошу с табличками разобраться, с учетом того, что мы здесь вот рокировку произвели. Пожалуйста, докладывайте. Уважаемые коллеги, как уже было сказано, Минпродукт Росит разработала 8 проекта, новоативных актов, все они были вывешены на сайте регулейш, наверное, все уже успели с ними ознакомиться. По 7 шагам уже процедура общественного обсуждения прошла, по одному шагу этот проект приказов от министерства, еще общественная процедура идет на данном этапе. Были разработаны в рамках проекта постановления проекта Российской Федерации методические указания по тропенизации приютов для животных и постановления нового содержания в них. Действительно, как уже было сказано сегодня, этот нормативный правошаг включил в себя основные требования к содержанию домашних животных, в данном случае кошки-собаки. На этапе обсуждения этого шага у нас в министерстве было решено именно включить в этот акт именно домашних животных, кошки-собаки, учитывая, что остальные группы животных, которые тоже, в принципе, могут содержаться в приютах, дикие животные, для них требуется, по нашему мнению, очень детальная проработка данного вопроса, и для каждой группы животных такие требования, в принципе, могут быть. Однако, если более детально проработать этот вопрос, то становится ясным, что для каждой группы на данный момент разработать такие рекомендации, по нашему мнению, на данный момент не представляется возможным. Поэтому, в любом случае, мы примем все замечания, которые поступят к нам по тому, что возможно включить требования по другим видам животных, и будем их рассматривать в восстановленном порядке. Итак, акт, который мы сегодня представляем, он включает ряд разделов, ряд пунктов. Это размещение приютов. На телевизоре там презентация Минприроды идет, или это что? Я просто вот смотрю, я пытаюсь там понять. К животным это опосредованное отношение. Не приют, точно. Типовой приют показывает. Аппарат, разберитесь, что у вас происходит. Это требование, где приют будет расположен, включая особенности зданий, температурного режима, тексты помещения, которые должны находиться в приюте. Я уже не буду все это перечислять. Кроме того, нормативный проект включает требования к обслуживающему персоналу, что, например, при численности животных более 150 рекомендуется организация собственной ветеринарной службы. При меньшем количестве животных возможность включения договора на ветеринарное обслуживание со сторонней ветеринарной организации. К ежедневному содержанию животных в приютах относятся осмотр животных и места их содержания, кормление и паение животных, выгол собак, включая физические нагрузки. Также указывается требование по вывозу биологических отходов и утилизация этих биологических отходов. Требования к животным, что они могут содержаться, как в индивидуальных, так и в групповых, то есть в вольерах и клетках, в зависимости от социализации животных и их индивидуальной совместимости. При этом кошки и собаки, конечно же, должны раздельно содержаться. Также требования к объему, точнее, к территории для кошек, это два метра квадратных площади, где они могут содержаться, индивидуальное пространство. Кроме того, требования по входу, например, в помещение, которое должно быть обязательно оборудовано, буферная зона, состоящая из сетчатого тамбура. То есть все вот эти нюансы мы постарались, учитывая поступившие предложения, сопреписать в своем нормативном аппарате. Спасибо. Коллеги, давайте все-таки вы отрефлексируйте вот это вот предложение, которое поступило сейчас по поводу того, что животные, которые будут запрещены сейчас к содержанию, они тоже дикие, я имею в виду. Значит, всякие тигры, львы, леопарды, пумы и так далее, слоны, значит, они должны помещаться тоже в какие-то приюты. Однозначно, вот эти приюты, которые вы описываете, они для них не подходят. Вот у вас есть записавшийся, значит, Карен Галакян, он как раз у него есть приют, где дикие животные там содержатся, он там скажет. Но однозначно, требования для таких приютов должны быть особенными. Вы эти вещи как будете дополнять или что вы там планируете? Сейчас, подождите. Коллеги, идем по порядку. Коллеги. Сейчас рассматривается вопрос, вот как я уже сказал в начале своего доклада, о дополнении требований. Мы хотим получить, во-первых, в основном для принятия данного решения экспозицию федеральных органов и склонных власти, в которую мы направили акты для согласования, ждем предложения от федеральных органов и на основании этих предложений, замечаний которых нам поступит, мы примем окончательно решение по данному вопросу. Вы воспримите это как предложение от федерального органа законодательной и представительной власти. Просто закончится все чем, коллеги? У нас там кошки, собаки, вам принесут тигра. Вы что с ним делать будете? Ну не вы, а муниципалитеты. А рисовать они это будут вам, как ответственному ведомству. Я тут коллегу тоже поправлю немножко с точки зрения взгляда на эту тему. Ну, само название акта не предполагает содержание только домашних животных, поэтому, собственно говоря, искусственно суживать сферу применения этого акта тоже не нужно. Если это более актуально, это понятно, это не исключает того, что гипотетически могут другие животные появиться. Поэтому я считаю, что здесь обоснованно надо принять во внимание позицию о том, что нужно расширять. Если есть такие подходы, которые вы заявляете, видимо, они основываются на том экспертном анализе, который был проведен, поэтому мы будем учитывать обязательно это. Хорошо. Спасибо. Пожалуйста, слово Ивановой и Елене Ивановне записалась. Елена Ивановна, от микрофона, вот второй микрофон рядом с вами. Коллеги, кто записывался, вы готовьтесь заранее, чтобы мы оперативно так шли. У меня вопрос, во-первых, по порядку обсуждения. Дело в том, что мы ознакомились с методическими указаниями Минприроды, мы дали по ним замечания, отправили один раз. Потом мы обсуждали это в оси и голосовали. Все эти поправки должны были бы сегодня прозвучать, но я их не услышала. На следующий день нам предложили такие же методические указания по приютам от Минсельхоза. Мы опять целой группой зоозащитников и экспертов дали поправки. Сегодня я ничего этого не услышала. Меня уже интересует судьба этих поправок. Мы их пишем третий раз, и я не понимаю, где и как они будут учитываться и кем. Пожалуйста, коллеги. Куда вы дели поправки? Уважаемые коллеги, мы отправили на согласование федеральность органов и спонтажа власти проекты Этипроматим Шахтов до того, как было совещание в АСИПС. Поэтому при повторном направлении доработанных актов мы все ваши замечания будем максимально обучитывать. Коллеги, но это звучит, честно говоря, не очень. то есть вот агентство стратегических инициатив обратилось к нам, ко всем, в том числе к нам в комитет с просьбой дать экспертов для проведения обсуждения подзаконных актов. Оказывается, до этого обсуждения все уже было направлено в правительство. Но это какой-то странный немножко подход. Тогда это что, карикатурное такое было обсуждение? Ну, здесь не те люди там, значит, которые там, в общем-то, как-то вот так понимаю. Вы поправки, как будете учитывать, вот которые вот Елена Ивановна, там большая группа экспертов участвовала. Где эти поправки-то теперь? Можно я коллеге помогу своему, да? Значит, он просто, видимо, пытался мысль сказать, но не очень явно сформулировал. Значит, с учетом жестких сроков акты были уже разработаны без учета ваших замечаний и направлены на согласование. Но это порядок, который установлен при подготовке нормативных актов потом состоялись обсуждения. Ваши поправки, за которые вы проголосовали, были направлены и, соответственно, сегодня коллега говорит, и я подтверждаю, как заместитель министра, который сейчас за эту тему отвечает, что мы эти поправки обязательно рассмотрим и учтем в этих нормативных актах. Поэтому никуда они не делись, они поступили. Просто согласование, ранее, значит, совершенные, ранее направленные документы для согласования еще не закончили. Это процедуры. никто не говорит о том, что они не будут. Мы обязательно рассмотрим, если это была консолидированная позиция, они будут учтены. Потому что вы сегодня эксперты в этом вопросе. Ну, мне кажется, что там были очень важные моменты, которые мы хотели, чтобы они уже сегодня прозвучали, потому что мы это делали не один день. Многие из нас посвятили этому половину жизни. Мы знаем, что мы предлагаем, почему мы предлагаем, мы отвечаем за каждое слово. И вот, я не знаю имя отчества вашего сотрудника, к сожалению, Лыков фамилию только знаю. Он присутствовал на этом обсуждении, он присутствовал на этом голосовании. И сегодня мы не понимаем, куда это все уплыло. И когда мы сможем понять, учтены или не учтены. Потому что для нас есть важные принципиальные моменты в этих поправках. Спасибо. Так, Иван Владимирович, у меня тогда предложение какое? Просто может получиться неудобно, если сейчас люди... Так, давайте только у нас будет всегда говорить один человек. Ну, иначе мы просто... Значит, если люди, которые давали эти поправки, не увидят их в окончательном тексте, получится не просто неудобно. Вы против себя восстановите всю вот большую очень аудиторию. Причем, это касается не только зоозащитного сообщества, это касается всего широкого круга экспертов, кинологических федераций, там, у которых там, как у РКФ, там, 7 миллионов членов. Я просто, ну, не рекомендую этого делать. Лучше слышать и учитывать. Поэтому у меня предложение какое? Вот та рабочая группа, которая у вас есть, раз у вас какой-то процесс идет по инкорпорированию этих поправок, может быть, вы бы на этой рабочей группе показали, ну, что оттуда включено из того, что коллеги предлагали, и тем более, за что они голосовали. Это же консолидированное мнение, они проголосовали за это. Что не учтено? Если не учтено, то по каким причинам? Ну, просто чтобы у нас не было таких разговоров. Ну, конечно, мы хотели бы видеть результат, причем это касается не только этого акта. Мы же работали над всеми остальными актами, над списки животных, запрещенных содержанием. Но появился результат, который не учел ни одного нашего замечания. Сначала были два варианта, мы над ними поработали, причем на территории Минприроды. Потом мы дали свои поправки официально, но мы получили результат, в котором не учтено было ничего. Это не первый случай, не первый акт. Это касается всех актов вообще-то. Спасибо. Да, спасибо, Владимир Владимирович. Позвольте, да, предложение в этой связи. Я оговорился, что приступил к этой теме. Я думаю, что вопрос какой-то дискоординации здесь есть. Давайте мы на следующей неделе, просто с учетом необходимости подготовки сбора информации, я эту рабочую группу соберу по всем актам, приглашу всех заинтересованных лиц, и мы пройдемся по каждому акту, по каждому замечанию. После этой группы мы с вами выпустим в сжатый срок документы с учетом уже ваших замечаний, направим их на повторное согласование в установленном порядке. Можно в поддержку коллега Змитрова? Сейчас, подождите. Ну, они там не просили пока о поддержке, Иван Владимирович. Значит, у меня просьба, чтобы мы об этом знали, и, соответственно, чтобы не получилось, что у нас из этого совещания выпадут люди, которые, как Елена Ивановна правильно говорит, там половину жизни занимаются вот этими вопросами. А тут какая поддержка-то, Мария Викторовна? У нас подход один. Если ведомства, а все ведомства, попросили о том, чтобы с экспертами сначала это обсудить, но тогда результаты этого обсуждения, они должны быть востребованы. А если получается, что раз обсудили, два, три, а ни одно замечание не учтено, ну, а какая тут еще поддержка может быть? Коллеги доработанную версию еще не отправляли. Сейчас я не понимаю смысла критики в адрес коллег, поскольку ОСИ только завершила обработку всех предложений, направила буквально на днях эти предложения концептированные, в том числе и в Минприрод, и наше ведомство тоже направило. Поэтому, за что сейчас критикуют Минприрод, они очень понятно. Они действительно обсудили, они сейчас будут обрабатывать те предложения, которые поступили. Они направили первую версию, получили на нее замечание, и сейчас будут ее адаптировать с учетом замечаний. Мария Викторовна, вот, значит, чтобы прозвучала критика, мне надо свое выступление прервать и дать слово коллегам, и тогда, поверьте, она прозвучит. Сейчас пока еще никто никого не критиковал, мы просто советуемся. И мы сейчас нашли конструкцию, когда Иван Владимирович проведет рабочую группу и четко всем продемонстрирует, чьи заключения, замечания туда инкорпорированы. Коллеги, подходит такой вариант? Да, все, принимаем. Пожалуйста, Далакян Кареновачиганович. Пожалуйста, третий микрофон. Добрый день, коллеги, я из Челябинска, зоозащитник, ветеринарный врач, 20 лет руковожу зоозащитной организацией, 25 лет ветеринарной практики. Вот, очень важно, вот, приюты для диких животных. Уже четвертый год на территории Челябинска есть такой приют, при том, приют он единственный в регионе. Не успели мы официально открыться и поступает очень много раненых, диких животных, в том числе и цирковых, и браконьерских, ну и животных, которые страдают. Поэтому очень считаю нужным, во-первых, включить все эти моменты для диких животных, потому что с принятием вот этих новых поправок, запрещенных, да, животных, к сожалению, их очень много в частных руках, особенно хочется увидеть списки хищных птиц, потому что столько сов приносят в наш приют, это не посчитать сезон, это раз. И учесть права диких животных, потому что не одни кошки страдают сегодня, но и дикие животные. Спасибо. Но это бьется с нашим замечанием, которое комитет сделал, поэтому тоже просим учесть. Рост Сергей Геннадьевич, пожалуйста. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Рост Сергей Геннадьевич, адвокат, представитель сообщества владельцев экзотических животных. Собственно, сам владелец экзотического животного. Мы спасли жену и пуму из зоопарка с очень отвратительными условиями содержания. Если коротко, хотелось бы по данной теме донести, во-первых, насколько эта тема важна, я очень рад и благодарен, что она именно идет в этот подзаконный акт по приютам первым в обсуждении, и донести несколько конкретных предложений, которые мы бы хотели, чтобы вы рассмотрели. Во-первых, в целом, по тематике приюта. Как вы правильно заметили, безнадзорные животные, животные без владельцев. Как я понимаю по смыслу законодателя, и конфискованные животные, они все могут оказаться в приютах. То есть приют – это такой механизм, реабилитационный центр полноценный для животных. На наш взгляд, вот в последние два-три месяца вся информационная дискуссия, которая происходит вокруг принятого закона и подзаконных актов, она касательно диких животных в основном затрагивает вопрос списка запрещенных животных. А кто туда входит? А кто туда не входит? На наш взгляд, это, конечно, важные вопросы, но как будут, с точки зрения закона, я подчеркиваю, об ответственном содержании животных, как будут содержаться животные, которых либо изъяли, либо нашли. Вот это самое важное, чтобы в дальнейшем это не превратилось просто в мясорубку. Я приведу конкретный пример. На ряде рабочих групп, где мы участвовали в оси, он звучал. В Мексике принимался примерно аналогичный закон. Вот такой же ваш коллега, Владимир Владимирович, был его активным пропонентом. В 15-м году, в июле, был принят закон, который запрещает всем циркам в стране содержать экзотов, экзотических животных. Первый год действия этого закона по этому документу изъяли 1298 животных. Это статистика официальная, общеизвестная, его можно найти в интернете. Просто чтобы понять интуицию этого зала, как вы думаете, поднятием рук, больше 50 животных. Кто считает, что больше 50% животных выжили по окончании вот этой процедуры изъятия? Никто не? Ну, хоть один же. Кто думает, что меньше 50% выжили? Да. Вы правы, но на самом деле, я просто это сказал для краткости, меньше 50, больше 50, на самом деле выжило 20%, 300 животных. 300 животных выжило. По какой причине? Нет финансирования, непонятно в какие учреждения, на каком уровне муниципальные. Коллеги, давайте предложение. Здесь все люди, которые вот в теме, в материале. Я обязательно подойду к этому вопросу. Ну, просто вы чужое время сейчас тратите, мы кому-то слова не дадим. Мы говорили с длинными. Очень стараюсь в 3 минуты уложиться, да, Владимир Владимирович. На наш взгляд, вопрос приютов, и к чему был вот этот пример сейчас, вопрос приютов, он ключевой. На него нужно дать больше времени для общественного обсуждения, для экспертного обсуждения. Когда мы пришли на рабочую группу Василько... вот давайте так. 8 лет было на обсуждение этих подзаконных актов. Ну, куда еще больше? Вот за 8 лет можно было все сделать. У нас со следующего года, подождите, у нас со следующего года муниципалитеты должны их создавать, не должны, а обязаны их создавать. Требований нет, региональные законы не приняты, и начнется безобразие, начнется бардак. Никакого больше времени не дадим. Дума дала 180 дней на подготовку подзаконных актов. Никто удлинять эти сроки не будет. Поэтому предложение, которое есть, озвучивайте, и давайте у нас там еще записаться. Я не хочу просто, то есть у вас будет возможность выступить, хочу вот в 3 минуты уложиться, позвольте, пожалуйста. Вы уже 10 минут говорили. Есть конкретное предложение, предложение номер один. Дать не 15 дней, как сейчас, на этап общественного экспертного обсуждения, а 2-3 месяца. Мы также уложимся в тот год, который заложен. В 2020 году фактически начинают все основные положения по этому закону действовать, мы уложимся в этот год. Оси, в силу того, что Минприрода пришла с подзаконным актом, который, как вы правильно сейчас заметили, не содержит никаких условий, кроме кошек и собак, то есть все рептилии, слоны и так далее. Непонятно, как их содержать. Оси нас попросила за 24 часа, представьте, пожалуйста, ваши правки. Мы очень старались их представить в это время. Мы собрали и по псовым, и по енотам, и по всем. Все, что могли, с экспертного сообщества. Это было очень сложно. И сыро. Нам объективно нужно это дополнительное время. Мы готовы работать, мы готовы представить экспертизу, собрать. Я думаю, здесь многие коллеги с этим согласятся. Мы за, в конечном итоге этот закон, мы за него всецело. Просто обращаем внимание на необходимость качественной проработки. Дополнительные, более такие микропредложения касательно приюта. Должна быть, безусловно, уголовная ответственность за тех лиц, которые направляют животные в приюты, выбирают приюты, выбирают, опять-таки, из каких-то критериев, хорошие или плохие. Я как адвокат понимаю, что с точки зрения дальнейшей судебной практики должны быть определенные стандарты к содержанию тех или иных животных, чтобы можно было понять, где было нарушение, кто виноват, по какой причине то или иное животное погибло. Давайте, слушайте, вы уже 10 минут говорите. Я сейчас вынужден перейти к следующему подзаконному акту. Надеюсь, я уложился в 4 минуты. Вы не уложились. Иван Владимирович, мы здесь обсуждали, мы договорились, что они продляют срок обсуждения сейчас по этому подзаконному акту. И, соответственно, та рабочая группа, которая будет в Минприроды, заинтересованные лица, тогда, Иван Владимирович, наш аппарат вам направит список, кто там изъявит желание. Потому что, ну вот, сейчас я вижу, там руки еще поднимаются. Но давайте, поскольку у нас добрая воля, там министерство сейчас проявлено, замминистра сказал, значит, мы это туда. Потому что иначе, вот смотрите, 43 минуты, один подзаконный акт. У нас их 6 сегодня нам с вами надо обсудить. Давайте это понимать. Поэтому все вот сюда. в список. Это прекрасно. Значит, ну вот Карен Вачиганович выступил, он содержит приют для диких животных. Спасибо. Так, Иван Владимирович, принимается? Просто, да, принимается. Я просто хотел предварительно проинформировать. Я посмотрел 26 число на первую половину дня. Коллеги устраивает? Значит, сразу... Ну там, видите, бьется на другую дату ставить. Значит, ну давайте, мы посмотрим. Я просто по графику сразу в прикладном аспекте, чтобы не там, бла-бла-бла, сразу же назначить, да, дату, время. Тогда... Давайте тогда, да, будем смотреть с вами 28-е, потому что 27-го коллегия итоговая по лесу годовая. 28-е устраивает? Значит, Ольга Анатольевна, Усова, замрук аппарата, доведет до всех информацию, кто, значит, заинтересован в этом. И коллегия, значит, кто приюты для диких животных, все, значит, вот замминистра, готов это воспринять. Спасибо. Переходим тогда к методическим указаниям по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев. Значит, что хотелось бы здесь отметить, коллеги? В методических указаниях определяется, что это замечание нашего комитета, которое у нас есть, что регулирование численности осуществляется только через выпуск животных в прежнюю среду обитания. Нас это вот немножко смутила формулировка. Почему? Потому что возврат животных в прежнюю среду обитания это один из способов обращения. Он не единственный. У нас есть возможность с ним обеспечивать дожитие в приюте, содержать ему там пожизненно. Есть возможность в соответствии с законом найти ему новых хозяев и только в отдельных случаях, если есть соответствующее заключение ветеринара, вернуть в прежнюю среду обитания. В подзаконном акте это не учтено. Дальше. Нам бы хотелось, чтобы методические указания помогли регионам определить, сколько должно быть приютов, потому что некий норматив должен быть. Сколько мест в приютах там положено, исходя из численности вот этих вот безнадзорных животных. А в подзаконном акте мы видим только один критерий. Логистический. Это удаленность 3 часа при перевозке. Несмотря на чем перевозить, во-первых, это раз. И по каким дорогам они у нас очень разные. Это первое. Второе. Я считаю, что более прозрачным является критерий численности. Вот столько-то мест на такое-то количество безнадзорных животных. Дальше. У нас вопрос, который без ответа. Как граждане должны получать информацию о приютах? Потому что ко мне идет огромный поток обращений к председателю комитета, что мы не знаем, а у нас вообще есть такие приюты или нет. Где будет реестр этих приютов? Значит, должен какой-то быть сайт, наверное, куда можно зайти и посмотреть в регионе номенклатуру вот этих вот приютов, адреса, значит, контактные какие-то данные и так далее. И, соответственно, еще один вопрос, он очень важный тоже, ответ на который должны содержать методические указания, это как регионам определять так называемые прежние места обитания животных. Потому что есть животные, у которых не было прежнего места обитания по понятным причинам. Поэтому куда в животных таких выпускать, если ветеринар такое заключение дал. Вот. Поэтому давайте, Иван Владимирович, такая же будет, да, Егор Леонидович у нас будет комментировать. Да, мы Егор Леонидович слово предоставим, но общее мое понимание, что, ну, на голос, да, значит, замечания, в принципе, не вызывают отторжения, обоснованные, поэтому я думаю, что на рабочем группе мы детально их посмотрим вместе с остальными замечаниями, которые есть у коллег. Пожалуйста. Попытаемся учесть. Егор Леонидович, коротко, прям коротко по подзаконному акту. Уважаемые коллеги, ШАХТ, по осуществлению деятельности по обращению животных без владельцев включает следующие разделы. Это отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировка, немедленная передача приюта для животных. Это первичный осмотр, оценка специалистов в области витеринарии физического состояния животного без владельцев, которые поступили в соответствующий приют. Это оказание неотложной литеринарной помощи и лечение животных без владельцев. Содержание животных без владельцев приютов на карантине тоже учитывать. Также вопрос вакцинации и стерилизации животных без владельцев меченец животных без владельцев метками. Это неснимаемые, несмываемые метки должны быть обязательно. Это ситуация и то есть вопросы транспортировки и возраст животных в прежние места же обитания. Это регистрация и учет всех отполненных животных и владельцев. Это разделы, в которых включается данный проект кономотивно-правого шахта. Как же было сказано, все предложения, которые еще дополнительно тут поступят, мы тут рассмотрим в рамках заседания от рабочей группы при Министерстве метров ресурсов и экологии Российской Федерации. Так, коллеги, давайте тогда вот у нас записалась броневиска Илона Александрова. Пожалуйста, Илона Александрова. Не знаю, записывались для выступления. У вас целых три минуты. Я не ожидала, честно говоря, потому что тут есть люди, которые имеют грандиозный опыт в этой сфере. Я просто могу сказать в связи с тем, что было уже сказано. Мы сидели и долго обсуждали такие нюансы, как, например, эвтаназия по жизненно необходимым показаниям. И сказали, что мы хотим эту эвтаназию ужесточить с точки зрения контроля каким-то видеофиксацией того вскрытия, которое бы являло диагноз. Например, очень хотелось бы, чтобы этот пункт был учтен. Мы говорили о наличии фармлицензии согласно закону о какой-то фармдеятельности. Наличие фармлицензии у тех, кто ловит собак. Это некоторым образом сужало бы круг подозреваемых в плане 44-го потому что мы у себя в Московской области, я думаю, многие другие имеем огромное наличие людей, которые хотят зарабатывать свои легкие деньги отловом и нет никаких практически рычагов, чтобы их убрать. Вот это, это. Все остальное, да, ужесточить все вот эти вот требования к тому, чтобы отловом занимались люди, у которых точно есть приют, чтобы они это доказали. И вот все то, о чем говорилось, не буду отрывать лишнего времени. Спасибо. Просьба о жестокости. Спасибо. У нас просят слово сейчас Новикова Мария Владимировна, это министерство сельского хозяйства Российской Федерации, директор департамента ветеринарии. Пожалуйста, Мария Владимировна. Ой, Мария Викторовна. Спасибо. Добрый день, уважаемый Владимир Викторович, добрый день, уважаемые коллеги. Уже пыталась вклиниться по первому вопросу, не поздоровалась, вот исправляюсь. Что касается данного акта, у нас довольно серьезные есть замечания к нему, концептуальные. С нашей точки зрения он довольно сильно перегружен нормами, которые должны быть погружены в акт, касающийся приютов. Ну, я думаю, буду использовать дежурганизмы, все их уже тут понимают, потому что давно работают. Да, это предложение нами тоже было дано коллегам, и исходя из тех документов, которые подготовлены сейчас оси по акту приютам, насколько я понимаю, данная позиция поддерживается. Поэтому с нашей точки зрения большой блок вопросов, который касался содержания в приютах животных, должен быть отсюда исключен, мы полностью поддерживаем, и некоторые наши замечания пересекались с тем, что сказали вы, то есть нормы и так далее. Еще один момент, на который хотелось бы обратить внимание, это перевозка, потому что транспортировка животных, оговорены отдельные моменты в этом акте, касающиеся транспортировки животных, но моменты, скажем так, не особо глубоко раскрыты, не определенной нормы перевозки, не определено возможно ли перевозить совместно какие-то животные, с нашей точки зрения должны быть разграничения, то есть если мы говорим в акте о приютах, что они содержатся отдельно, то, наверное, транспортировка должна иметь корреспондирующие нормы. Ряд есть технических замечаний, поэтому акта мы направили их коллегам, которые касаются и норм другого законодательства, например, касательно аптечки при перевозке, в том числе медицинской, нам нужно не входить в конкуренцию с нормами другого законодательства. Что касается предложений, немножко комментирую, относительно фармацевтической лицензии, лицензия на фармацевтическую деятельность, она не выдается организациям, которые осуществляют практическое применение. То есть это требование записать именно в таком формате возможно только для тех организаций, которые осуществляют хранение и торговлю. Если организация только практически применяет, коллеги, я 11 лет своей жизни занималась фармацевтическими вопросами и в том числе выдачей лицензии за фарм-деятельность. Очень хорошо знаю эту сферу законодательства. Честное слово. Чтобы в дискуссию сейчас не уходить, мы Илону Александровну после окончания пригласим, здесь на троих останемся, переговорим, просто обсудим этот вопрос. Вообще не вопрос, подходите просто и все. Так, еще что-то, Мария Викторовна? Я, конечно, не буду отнимать времени у коллег, потому что, я думаю, есть что-то. Спасибо. Есть. Пожалуйста, Гройсман Владимир Яковлевич записался у нас. Мы как раз и занимаемся в СССР в Нижнем Новороде. И, собственно говоря, поскольку интерполяция предложений, обсуждаемых нами, как в ОСИ, так и до того, не произошло, бессмысленно сейчас дальше обсуждать какие-то технические вопросы, поскольку здесь ничего не отражено в первичном акте. Это уже ясно. Я хотел бы остановиться в форме лицензии. Это было наше предложение, мы ее имеем. И, собственно говоря, есть все формальные признаки для обязания людей, кто занимается отловом животных, ее получать. Готов это все делать в заказательной базе. И у нас, у ФАС, все это утвердило. И это входит в правила по 44 ФЗ Нижегородской области. Поскольку лекарственные средства для ветеринарного применения перевозятся специализированной организацией, соответственно, эта организация не занимается ни разведением животных, ни лечением, она занимается именно отловом. И поэтому формальные лицензии необходимы. Ну, а, собственно, все остальное мы точно так же в рабочем порядке утвердим по поводу посмертного акта вскрытия, то, что мы предложили, и по поводу того разных норм правил перевозки, наличия кондиционеров в машинах и так далее, и так далее. Спасибо. Спасибо. Боброва Елена Александровна, пожалуйста, байкальская забота о животных, обществу. Здравствуйте. Не байкальская, а балтийская. Немножко ближе. Значит, у нас тоже очень много вопросов к предложениям от МПР. Мы написали свои предложения, которые пересылали вам, Госдуму, но они, вероятно, не дошли до МПР. Мы прописали условия транспортировки отловленных животных в каждой в отдельной клетке, независимо от вида, будь то дикое животное, домашнее животное, собака или кошка, так сказать, в селе безопасности и переноса инфекции. Мы прописали также и разрешенные препараты, которыми пользуются у нас в двух регионах. Я думаю, что это правильно, потому что этот лозин и залетил, вы, вероятно, знаете, их аналоги, и тогда это будет как-то ограничено, то есть не будет вариантов негуманного отлова. Также мы предлагаем запретить курароподобные препараты, аделины, дитилины и прочие, как для эфтаназии, так и для отлова. И чтобы правильно организовать отлов животных, если касается домашних животных, то есть или бездомных, или одичавших собак и кошек, то правильное было бы все-таки прописать мониторинг. Мониторинг каждого населенного пункта. То, что когда-то делала Москва, существует определенная методика для этого, и это позволяет экономить огромное количество бюджетных денег. Кроме того, лица, которые занимаются отловом, они все-таки должны действительно получать лицензию или проходить обучение, хотя бы для того, чтобы рассчитывать дозу препаратов. И по собственному опыту знаю, что лица, которые занимались отловым убийством, они не смогут заниматься гуманным отловым. Рано или поздно они все равно убивают. И хотелось бы, чтобы в этих актах было подчеркнуто, что значит, по поводу эвтаназии, признаки бешенства или неизлечимые болезни, или травмы, это понятно. Но многие регионы до сих пор усыпляют агрессивных собак. По Екатеринбурге больше 4 тысяч бегает агрессивных собак. То есть это высосанное из пальца. Предлагаем прописать, что агрессивность не является причиной для усыпления, потому что в другой ситуации собака может быть не агрессивна, агрессивные передаются в приюты и там уже будет решаться судьба. Интересно, что в России агрессивные собаки очень популярны, потому что используются для охраны домовладений. Сейчас еще одно слово. Да, значит, операции надо проводить в ветстационаре как опыт два региона совершенно разных. Петербург набитый мегаполис и Ленинградская область, где разбросаны населенные пункты с садоводцами и прочими. И все равно одна и то же методика, хотя у нас тоже была передвижная операционная она и есть, но все-таки операции надо проводить в стационаре плюс разные другие заболевания и травмы. Поэтому при хорошей организации надо на месте стерилизовать в условиях ветеринарного стационара. И еще последнее, наверное, обучение врачей, потому что те методы, которые используют, коллеги знают, где идет стерилизация, речь идет о внутрикожных швах, так называемой бесшовной хирургии. Это страшно важно, когда речь идет о неручных диких собаках или одичавших, которых практически невозможно передерживать. И от таких препаратов, как талазин, залетел, они приходят через полчаса, вакцинировано надвешенство. В приютах тоже невозможно держать диких собак, они выпускаются. И нужно метить обязательно собак, мы это тоже прописали, клипсы на левое ухо, у сук, на правое у кобелей, цвет разной погоды. Это очень практично. И, конечно, самое главное, чтобы не убивали животных, то есть, в коме видеофиксации должен контроль общественных инспекторов, на которые мы возлагаем большие надежды и госконтроли в любое время, на любом этапе, чтобы у нас был контроль за осуществлением этой деятельности. Если мы это не сделаем, то закон не сможет работать. Отлавливать приходится и диких животных, об этом надо написать, потому что там совершенно другие нормы расчета препаратов у разных млекопитающих. Так, Елена Александровна, понимание есть. Спасибо. Так, теперь, пожалуйста, Фельдман, Анна Игоревна записалась, и там я видел руку, да, где-то. Ох, ничего себе, сколько у нас. Понимаю. Две минуты у вас будет, да. Пожалуйста, Анна Игоревна. Добрый день, коллеги. У меня вопрос касается кошек. Все понимают, что у нас Россия самая кошачья страна, мы занимаем первое место в мире по количеству кошек. Соответственно, у нас огромное количество владельческих кошек, прежде всего. И самое большое количество животных бездомных это тоже кошки по численности, да, то есть они стоят у нас на первом месте. Если мы говорим о том, что у нас задача является регулирование численности, то нужно понимать, что наибольшее влияние на регулирование численности бездомных кошек окажет стерилизация владельческих. Даже если мы стерилизуем всю популяцию безнадзорных кошек у нас в стране, то источник пополнения этой популяции у нас практически бесконечный. Поэтому мы предлагаем, ну, может быть, несколько революционно, но вывести кошек из-под госгосударственного отлова, прописать, значит, в документе по приютам возможность принимать владельческих животных, то есть кошки у нас в приютах будут содержаться, но вывести их из-под отлова. Почему? Потому что у нас в регионах пока нет приютов даже для собак. Говорить о том, что регионы готовы строить приюты для кошек и заниматься серьезно этим вопросом, но не приходится. Это, получается, у нас будет растрата бюджетных средств. Кошки очень чувствительны и к отлову животные, и к отлову содержанию. Если их содержать в приютах, тогда нужно дополнительно еще делать вольеры для больных животных, для лейкозников, потому что кошки заражают друг друга в условиях скучности. У нас есть заключение соответствующих специалистов. Мы сделали исследование международного опыта, 32 страницы, несколько стран, и выяснили, что ни одной стране мира не удалось свести до нуля популяцию именно безнадзорных кошек. Мы свои предложения внесли ловить кошек в исключительных случаях, в случаях травм и так далее. Спасибо. Давайте вам слово. Потом девушка руку подняла, и вот там вот одно. Пожалуйста. Большое спасибо. Я преподаватель из Рязанского агротехнологического университета, Шитова Татьяна Николаевна. Я не займу много времени, что хотелось сказать. Во-первых, нужно каким-то образом осветить в подзаконном акте вопрос по стерилизации отловленных животных на случай, если животное имеет своего владельца. Мало ли животное племенное, предположим, сука может быть украдено, она может сбежать при каких-то там ситуациях, при аварии той же самой. И если ее там в течение двух-трех часов стерилизуют, кто будет компенсировать владельцу утраченное племенное животное? Это первый момент. Второй момент. по поводу отсутствия отлова кошек. Ну, честно говоря, даже пребываю в некотором шоке от этого предложения. Коллеги, давайте мы предложение обсуждать не будем. Потому что у кошек необходимо отлавливать и стерилизовать, говорить о том, что нужно запретить вообще племенную получается работу с кошками. Коллеги, не будем рефлексировать предложение друг друга. У нас идет стенограмма, мы все вот по направлениям. Это Минприроды, это Минсельхоз, это МВД. Все коллеги присутствуют, поэтому не будем рефлексировать, иначе мы сейчас уйдем. Все, спасибо. Давайте вот следующему, девушка, пожалуйста. Я извините, что я не всех просто знаю по именам пока еще. Здравствуйте, меня зовут Надежда, я содержу экзотических животных. И что вообще от лица всех, кто содержит экзотов, мы хотим предложить. Сфера применения методических актов. Она не может распространяться на экзотических животных. Их специфика содержания в корне отличается от кошек и собак. Поэтому я предлагаю экзотических животных выключить из методической этого пособия, потому что их нельзя содержать, как и кошек и собак. Далее, они должны создаваться, организовываться специализированные приюты, в которых должны работать специалисты по этим животным. Это очень обязательно. предложение второе. Есть строчка в 13 и 15 пункте, что на общественных учреждениях, в местах скопления людей не должны содержаться животные. Но там есть такой пункт, что кроме муниципальных животных. У меня вопрос, почему кроме? Муниципальные животные также могут разносить инфекцию, также могут быть причиной агрессивного поведения к человеку. То есть в общественных местах не должны быть никакие животные. А также предложение вести действительно сайт, где будет регистрироваться ЕСТР фотографий и возможно даже видеотрансляция с содержания приютов. Спасибо большое. Спасибо. Давайте, коллеги, но только очень важная ремарка как продолжение этого коллеги. Я хочу обратить внимание на очень важные ошибку всех методических указаний, которые мы рассматриваем. Заключается она в том, что во всех них под словом животное подразумевается только собака, ничего больше. И все это вытекает, к сожалению, из очень важного 498 закона. Потому что если там под слово животное подставится слово собака, все сразу становится на свои места. Но, к сожалению, логика закона распространяет свое действие на всех животных, включая диких экзотических. Более того, вся ошибка еще в терминологии, одни под домашними животными подразумевают только кошек и собак. Логика закона, в законе прописано, что это все животные, которые живут с владельцем. Физическим лицом причем только, даже не с юридическим. Понятно. Нету четких разграничений. Вот и все. Спасибо. Спасибо. Так, значит, подождите. Значит, давайте так. Вот сейчас девушка у первого микрофона стоит. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Владимир Владимирович, Кузьменко, Екатерина, юрисконсульт Ассоциации благополучия животных. У нас есть следующая инициатива. Мы уверены, я с своей стороны уверена, что нормы федерального закона, уже принятого, и нормы подзаконных актов к нему не могут эффективно работать, если не будут созданы для регламентирования закупочной деятельности муниципалитетов на отловы и содержание безнатурных животных. В настоящее время в большинстве субъектов Российской Федерации есть огромные пробелы в этом вопросе, что напрямую влияет на эффективность регулирования, на прозрачность расходования средств, ну и на финальный результат, который мы, как граждане, наблюдаем. Поэтому Ассоциация благополучия животных вносит предложение о том, чтобы утвердить методические рекомендации, либо указания, либо как-то это можно назвать по-другому, но по сути дать алгоритм помощь муниципальным заказчикам и подсказать им, каким образом в рамках новых норм, введенных норм объявлять закупки на отловы и содержание. Я могу сказать, что провожу мониторинг разных субъектов и волосы шевелятся от того, какие закупки и на какие суммы объявляются в муниципалитетах. И если мы не наведем с этим порядок, то по сути под красивыми словами животные будут убиваться и втонизироваться. По сути, извините за бюджетный счет. Поэтому мы бы хотели предложить данные методические указания. Спасибо. Так, коллеги, давайте подводить черту. Под этим подзаконным актом, иначе мы не закончим. очень... 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 Послушайте, но... В 11-м годах и сейчас по какой-то причине не был допущен к разработке закона. Я Владимир Рыбалко, Республика Карелия, биолог, специалист по экологии безнадзорных животных. Так, тихо, тихо. Коллеги. Видите, какие моды? Послушайте, послушайте, давайте, ну, сейчас, секундочку. Давайте, ну, во-первых, давайте все успокоимся. Значит, я прошу, вот, человек попросил 2 минуты. Третий микрофон ровно на 2 минуты включите. Пожалуйста. Хорошо, спасибо большое, Владимир Владимирович. Первый момент связан с... Я как представитель небольшой, довольно бедной республики, связан с размерами и финансированием приютов. Вы знаете, что в России существует такая вещь, как перепроизводство домашних животных, когда количество, ежегодно появляющееся на руках у населения щенков и котят, многократно превышает количество потенциальных владельцев для них. Мы посчитали по оценке, это миллионы щенков и котят в год в России. Все эти животные сейчас будут поступать в приюты. Каких размеров должны быть приюты и за счет счета это должно содержаться? Мне кажется, нужно продумать систему профилактики бездомности, безнадзорности на приготной стилизации животных у владельцев. Иначе мы просто превратим не выберемся из этого. У регионов нет сотен миллионов рублей на содержание гигантских сверхприютов для всех лишних животных. Это первый момент. Второй момент по методу ОСВВ. в 2005 году я как специалист первый ввел термин ОСВВ в русскоязычную практику. Потому что до этого оказывается даже термина такого не существовало. У меня есть исследования по данной методологии. Они, к сожалению, не были востребованы. Вот. Я скажу, что данный закон и данные подзаконные акты под него очень мало регулируют использование этого метода. То есть фактически речь идет о том, что можно бездомных собак возвращать на территории детских учреждений, на территории больниц, на территории там, скажем, домов инвалидов и так далее. В то время, например, как даже в законе Болгарии, страны, которая является для наших сторонников ОСВ примером и эталоном, там прямо в законе сказано, что животных нельзя, собак нельзя возвращать к территориям больниц, детских учреждений, игровых площадок, к автострадам и так далее. Все это самое получается то, что при первом варианте закона ограничивается количество возвращаемых собак стаи, не должно быть больше четырех собак. Сейчас таких ограничений нету и даже непонятно, что с этим делать, потому что если бы возвращать собак без контроля... Спасибо. Спасибо. Так, все, коллеги, подождите. Все. Подводим черту. Значит, у нас есть возможность там эту дискуссию ведь с вами продолжить. Мы там 28-го договорились, что это обсуждение продолжится. коллеги, значит, ну, секунду. Значит, давайте так. Вот, у нас идет диалог. Диалог будет конструктивный, когда мы будем уважать друг друга. Ну, поэтому давайте вот идти по порядку. Переходим к третьему подзаконному акту деятельность общественных инспекторов. У вас будет возможность высказаться, мы сейчас будем обсуждать дальше. порядок организации деятельности общественных инспекторов в области обращения с животными, в том числе форма удостоверения, порядок его выдачи, порядок взаимодействия инспекторов с органами государственного надзора. Это же все бьется. Это же продолжение, значит, деятельности приютов. Поэтому продолжаем обсуждение. Значит, коллеги, у нас есть замечание сразу вот к министерству природы, которое тоже у нас тут основное ведомство. у нас практика применения института общественных инспекторов уже имеется. Это общественные инспекторы по охране окружающей среды. Судя по всему, шаблон был взят именно оттуда, и там куча ошибок просто в этом подзаконном акте, где, значит, остались вот эти вот формулировки, которые связаны с инспекторами по окружающей среде. Во-первых, надо технически вычистить, потому что он сейчас неряшливо выглядит. Но самый главный вопрос, который вот здесь наверняка у всех присутствует, это в какой орган власти гражданин должен обратиться с заявлением о присвоении статуса общественного инспектора. Мы бы сейчас это хотели услышать от Министерства природы. Поэтому, Егор Леонидович, давайте, вы у нас ответственные за все теперь. У нас Иван Владимирович на следующие мероприятия уехал, но мы с ним договорились, что мы стенограмму полностью отдадим для того, чтобы они с ней поработали. Пожалуйста, нам прокомментируйте, и мы дальше пойдем по списку. Уважаемые коллеги, шакт, тот, который был размещен для общественного обсуждения на сайте регуляйшн, тот вариант экстракта, который был размещен на сайте регуляйшн, вы его все видели, там действительно есть усределение по тому, что Роструднадзор дает удостоверение установленного образца общественного инспектора. Я хочу стать общественным инспектором. Мне в какой уровне власти, я живу в городе Челябинске, вот муниципалитет, мне в какой уровне власти работают? В управлении Роструднадзора по Челябинске полностью. Комментировать можно, Владимир Владимирович? Да, пожалуйста. Роструднадзор. Роструднадзор не зам и фамилии, зам и руководителя. Порядок по общественным инспекторам в нашу службу поступил, мы его рассматриваем, есть замечания, почему-то там только Роструднадзор, хотя по госнадзору это и ветеринарный надзор, у нас эти замечания. Все территориальные органы Роструднадзора по местонахождению выдают удостоверение общественных инспекторов в области охраны окружающей среды. Как только всем нормативным правом акта будут приняты, также будем работать и в этом направлении. Спасибо. Спасибо. Тогда давайте сразу к обсуждениям перейдем. Вот у нас записалась Дубнова Наталья, Балтийская забота о животном, где они у нас? Которые я Байкальской назвал, вам надо филях. А, не, опять нет, вы выступали уже. Давайте мы тогда Бородину Дмитрию Михайловичу дадим слово. Бородин, самый главный вопрос? Ну, два слова только. Хорошо. Мы считаем институт общественных инспекторов в самом главном законе. Без создания этого института не будет работать сам закон. Мы считаем, что он должен замыкаться на государственном надзоре, который должен быть сделан на базе Россельхознадзора, а не Росприводнадзора, как головной организации в госконтроле. Хорошо. Услышали. Спасибо. Пожалуйста, Бородин Дмитрий Михайлович. Здравствуйте, коллеги. Дмитрий Бородин, российское Технологическая Федерация. К сожалению, подзаконный акт, он в основном регламентирует процесс предоставления статуса общественного инспектора, но упускает вопрос порядка взаимодействия общественных инспекторов с уполномоченным органом государственной власти. И следующий момент. Ну, давайте говорить откровенно, люди бывают разные, кто-то захочет этим статусом злоупотребить. Значит, орган должен не только присваивать статус общественного инспектора, но и лишать его. А то о комиссии, которая будет присваивать этот статус. Хотелось бы, чтобы были прописаны какие-то принципы ее формирования. Члены Российской Кинологической Федерации есть практически во всех регионах нашей страны. И многие из них, они бы с удовольствием приняли участие в работе комиссии. И все-таки бы хотелось, чтобы подзаконный акт предусматривал не только порядок выдачи удостоверений, но и комиссия бы занималась регламентацией взаимодействия общественных инспекторов с территориальным органом. И следующий момент, вопрос о квалификации. Закон об ответственном обращении с животными содержит очень много оценочных категорий, которые грамотно применить его может только человек, обладающий специальными знаниями, ветеринарными, знаниями в области поведения животных. Хотелось бы, чтобы человек... И следующий момент, ситуация, когда комиссия может отказать в присвоении статуса инспектора. То есть получается сейчас это только в том случае, если гражданин Российской Федерации не достиг 18 лет и не предоставил необходимый перечень документов. Но хотелось бы все-таки перечень этих требований немного расширить. Понял. Так, соответственно, давайте Рамиль Ханифович послушаем. Кратко доложу по этому поводу. Коллеги, если вы хотите стать общественным инспектором в настоящий момент, вы приходите в террорган, то не просто так удостоверение получается, вы еще сдадите экзамен. Срок выдачи удостоверения и его работы год. И то, что вы сказали, я все внимательно записал. Это новый вид надзора для нашей организации и не случайно было озвучено, что и Россельхознадзор тоже должен быть прописан в этом законе. Я все принимаю и мы обязательно это учнем. Спасибо. Хорошо. Пожалуйста, у нас Харченко Анна Юрьевна записалась. Третий микрофон включить. Микрофон третий. Здравствуйте. Я юрисконсульт фенологической организации International Cat Union и мы хотели бы озвучить такие свои замечания к данному проекту. В первую очередь проект не предусматривает особых требований к кандидату. Например, если для включения в реестр ностроя гражданину нужно предоставить справку об отсутствии судимости, то в данном случае даже таких требований нет. Ни документа об отсутствии судимости, ни документа об отсутствии учета в психоневрологическом диспансере, хотя это было бы необходимо, я считаю, для данной должности. эти требования следует прописать очень четко. Далее, отсутствие какой-либо территориальности инспекторов в данном проекте не указано, то есть данный инспектор может действовать на всей территории Российской Федерации. Извините, это тоже недопустимо. Еще один момент очень опасный, это требования к отчету общественного инспектора. Дело в том, что если общественный инспектор в течение года не зафиксирует ни одного правонарушения, наверное, к нему тоже будут предприняты какие-то санкции в виде непродления удостоверения. Это палочная система, и ее вводить нельзя. Общественный инспектор это представитель общественности в первую очередь, а не тот человек, который ловит злодеев, потому что его заставляют это делать. Так нельзя. Далее. Я прошу присутствующих и особенно представителей МВД задуматься о том, что если мы не пропишем требования к общественному инспектору более жестко и не уберем палочную систему с данного проекта, это может привести к очень высокому росту не только правонарушений, но и преступлений против собственности, против личности, да, это действительно очень большая проблема. Подумайте над этим. Данный проект вреден и опасен. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Да, второй микрофон. Коротко только. Да, вот буквально два вопроса, которые, я думаю, волнуют всех зоозащитников. Это по регуляции численности животных гуманным методом. Почему? Потому что в региональной власти очень грубо и злостно нарушают этот закон. Собаки, как продолжали усыпляться, так усыпляются. Подзаконные акты обсуждаем. Мы не обсуждаем сферу компетенции генпрокуратуры. Но по всем контрактам, которые заключены, мы Юрию Яковлевичу Чайкину направили материалы, и прокуратура проводит проверки. Поэтому давайте мы все-таки будем по теме. Иначе у нас еще много проблем. Да, пожалуйста, девушка у второго микрофона. Здравствуйте. Я представляю общество любителей диких и экзотических животных по теме общественных инспекторов. Поддерживаю предыдущего оратора. Только надо учитывать такую вещь, что очень много экзотических животных и диких содержится не только в частных владениях в качестве домашних питомцев, но и в реабилитационных центрах. Необходимо, в связи с тем, что в регионах практически отсутствует необходима ветеринарная помощь для диких и экзотических животных, а также специалисты, которые могут оценить условия жизни этих диких и экзотических животных, а также их состояние здоровья, условия содержания, ответственность владельца, насколько он ответственно относится к содержанию, необходимо предусмотреть наличие не только общего биологического образования для инспектора, но и образования в части оценки состояния диких и экзотических животных. Ряд зоопарков, ряд реабилитационных центров, которые очень давно занимаются лечением, содержанием и подготовкой к выпуску на воле диких животных, готовы оказывать и поддержку в обучении таких инспекторов, и также участвовать самостоятельно. Это необходимо сделать. Давайте вот еще там около второго микрофона. Представитель этого самого центра реабилитации диких животных город Калуга, Феникс, Вероника Матюшина. Пожалуйста, вам слово. Я как раз хочу сначала сказать про инспекторов. Диких животных должен проверять специалист по диким животным, а не кто попал. Не только ветеринар, наличие обязательного профильного образования для проверяющего необходимо и достаточно. Мой центр реабилитации диких животных занимается не только реабилитацией диких животных, которых мы можем выпускать, но у нас поступает очень много экзотических животных, бывших домашних животных, и мы имеем возможность у себя организовать для них приют. Наши центры реабилитации некоторые могут себе позволить это, поэтому не нужно изобретать велосипед. Более того, я хочу, чтобы вы точно и четко разделили, приюты для кошек и собак не могут, не должны предоставлять свои площади для приюта диких животных. Это абсолютно разные животные, их нельзя объединять. Ни в коем случае. Спасибо большое. У нас есть предложение. Спасибо. Давайте вы предложение передавайте, но я вам благодарен, что вы поддержали мою идею, которую я до этого высказал. Спасибо вам. Да, вот у второго микрофона еще, пожалуйста, вам слово. Добрый день, Авдеева Татьяна, Общество защиты диких экзотических животных. Хочу обратить внимание, поддержать предыдущих ораторов по поводу приютов. Приюты должны быть для диких экзотических исключительно в форме реабилитационных центров. Если люди, владельцы не справляются с содержанием, общественный инспектор должен увидеть, змея спала в спячку или же она больна, ящерица в каком состоянии. Очень прошу разрешить либо дополнить положение об общественных инспекторах необходимостью прохождения определенной профессиональной подготовки, обучения видоспецифичным моментом. Опять же, поддержу Матюшину, она говорит, что готова делать видоспецифичное обучение. Мы можем это сделать дистанционно. Мы это поняли, в стенограмме это есть сейчас. Так, коллеги, давайте, спасибо, значит, мы еще, да, вопрос. Ну, давайте, коротко. Совершенно короткое предложение, но я хочу, чтобы оно обязательно прозвучало и попало в стенограмму. Тут в каждом втором выступлении говорится о том, что приюты нужно создавать, их мало, их не хватает, они обязательно нужны, разные специализации. Так вот, я предлагаю нам всем вместе задуматься о том, как облегчить создание приютов, в частности, землеотвода. Сейчас приюты можно создавать только на землях поселений, а вид разрешенного использования приют для животных. Это самая дорогая земля. Может быть, нам на уровне постановления правительства прописать разрешение создавать приюты, например, на землях сельхозназначения? Давайте мы в синаграмме это оставим. И второй, еще более короткий вопрос. В методических указаниях по обращению с животными без владельцев нужно обязательно и очень четко прописать механизм ревакцинации от бешенства. Понятно, спасибо. Давайте в синаграмму тогда погружаем и попросим коллег из правительства отрефлексировать эту тему. Все, третий микрофон крайний, выступление и переходим. У нас сейчас самые резонансные просто с вами остались еще темы и нам надо успеть их с вами обсудить. Пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Беляева Софья, я являюсь общественным инспектором по охране окружающей среды. Поэтому я вот со своей практикой могу точно сказать, что ужесточение требований к инспекторам не нужно, потому что те действия, которые делает общественный инспектор, он оказывает их на добровольной безвозмездной основе. И следовательно, когда мы еще к общественному инспектору предъявляем некие требования специального образования или еще какие-то определенные придумаем, то у нас не останется общественных инспекторов. Но я вот поддержу коллегу о том, что действительно надо проводить обучение, обучение лиц, которые осуществляют общественные контроли. Далее я хочу добавить о том, что у нас в двух нормативно-правовых актах, касающихся общественных инспекторов, общественных инспекторов и государственных инспекторов, надо четко прописать, что не просто взаимодействие этих лиц производится на определенных нормативно-правовых актах, статей и законов, непосредственно, что в обязанность государственного инспектора входит привлечение общественных инспекторов, граждан Российской Федерации, либо общественных организаций из экологической сферы. Иначе государственные инспекторы не будут привлекать общественных инспекторов, они будут говорить о том, что мы не обязаны привлекать общественность. То есть они будут игнорировать те нормы статей, как у нас сейчас, например, происходит в китовой терме. Так, все, спасибо, понятно. Значит, так, давайте дальше. Коллеги, да не надо нам комментировать слова Софии. София сказала свою позицию, давайте мы ее будем уважать. Значит, коллеги. Коллеги, слушайте, ну давайте мы сейчас начнем друг друга комментировать. Спасибо. Спасибо. Спасибо, спасибо большое. Так, все. Следующий подзаконный акт, коллеги. У нас самые резонансные с вами темы сейчас. Давайте, значит, сконцентрируемся. Перечень животных, запрещенных к содержанию. Значит, то, что вызвало широкую такую реакцию в СМИ, очень так бурно обсуждалось. Список получился небольшой. В списке мы, ну, например, не увидели волков, которых активно содержат, значит, в частных домах, там, в небольших городах. Значит, в деревнях это вообще сплошь и рядом просто они там, значит, содержатся. Мы не увидели лис, например, там, крокодилов, анаконд и так далее. Коллеги, вот сейчас вопрос к Минприроды, во-первых, потому что Россельхознадзор, например, выступает за включение перечисленных мною животных туда. С другой стороны, есть, ну, вот просто я пробежал сегодня ленты новостей, значит, посмотрев, что там, ну, с крокодилами. Количество крокодилов, выброшенных на помойке, вот, значит, в новостях, это просто вот, ну, практически каждый месяц там где-то случается, потому что люди дарят там друг другу и после этого, значит, начинаются проблемы. Поэтому хотелось бы услышать от Минприроды, какой логикой руководствовалось ведомство, что ни волков, ни крокодилов, соответственно, в этом перечне нет, другие животные есть, на чем основывались там и, значит, почему не услышали предложение Россельхознадзора. Пожалуйста. — Список, который был составлен по животным, запрещенным содержанию, он состоит из женских разделов. Это животные ядовитые и иные животные, представляющие опасность для человека. Это морские пникопитающие и иные животные, в том числе крупные животные. Чем это руководствовались? Мы руководствовались не только же опасностью для человека, но и руководствовались тем, что тот, кто содержит животное, он просто не имеет тех условий специальных для данного вида животных, для его содержания. То есть животное может содержаться неправильно. То есть условия достаточно такие, должны быть такие специфические, и с обычным человеком такое животное содержаться не может. — Действительно, мы получили очень большое количество обращений по данному списку замечаний. Список был существенно переработан, дополнен. Те виды, которые сейчас упоминались — волк, лисица, крокодилы, змеи — они уже в этот список дополнены. Так что список значительно расширился. — Но вы нам тогда его продемонстрируйте, чтобы мы могли понимать. Потому что, вы поймите правильно, я просто с мест даже слышу реплики в поддержку того, что там не хватает животных, которых точно в квартирах быть не должно. Вот это вот закончится трагедией и для животного, и для человека, и для членов семьи, и для третьих лиц. Значит, но надо тогда как-то нам с этим полным-то уже перечнем ознакомиться, вы его где-то вывесите, или давайте там мы его как-то пообсуждаем. Коллеги, мы сейчас перейдем к обсуждениям. Значит, давайте, вот у нас записалось для выступления Новожилова Ирина Юрьевна. А следующий у нас какой? Культурно-зрелищный. Но давайте тогда, когда мы до пятого дойдем, постойте, значит, по порядку. Сначала записавшиеся, потом поднявшие руки. Подходит такой порядок? У нас записался Корецкий Юрий Алексеевич, пожалуйста. Добрый день. Ну, я особо говорить тут не буду по этому пункту, я лучше время приберегу на следующее. Я там тоже записался. Хорошо. Но я скажу пару слов. Пару слов скажу, что, естественно, предложений много, что расширить. Там вы правильно сказали, волки, все. Главное, принцип еще бы немножко подкорректировать, не только исходить из опасности животных для человека, а из условий для содержания животных в домашних условиях, потому что им просто некомфортно, и просто дикие звери. Они могут быть травоядны, они могут быть безобидны, но они в таких условиях не живут. Поэтому надо расширять достаточно серьезные процессы. Спасибо. Белия Татьяна Ивановна. Общественное движение «Спасаем дельфинов». Хорошо. Так, пожалуйста, вот руки поднимали там. Да, подходите к третьему микрофону. Так, и там, да, кто-то был еще? Пожалуйста, пожалуйста, вот третий микрофон включаем. Да, только коротко, по две минутки. Давайте. Я по поводу волков. Мы единственный в России приют для волков. Чертог волка. Таких, как мы, больше нет пока что в нашей стране. И есть волки, которых невозможно выпустить в природу. Есть волки, которые в том числе пострадавшие от человека, которых взяли именно в квартиру. А потом это животное бегает по городу, по ближайшему Подмосковью. Что же делать, как бы, да? Ну, или как? Или их утилизировать. Ну, приюта-то это не коснется же. Чего вы переживаете? Мы не зарегистрированы, как ИП, как юрлицо и так далее. Давайте все-таки мы будем исходить из тематики подзаконного акта. Запрет на содержание в квартирах, многоквартирных домах, значит, и частных домах. Ну, вы зарегистрируетесь и не будет у вас никаких проблем. Коллеги, слушайте. Вы вот с Кареном Вачигановичем посоветуйтесь. Вот у него там волки живут в приютах, и никто его не трогает. Пожалуйста, следующий. Добрый день. Я представляю, я буду говорить от лица всех частных лиц, всех физических лиц, обычных людей, даже не волонтеров, которые спасаются звероферм пушных зверей. И я хочу поднять этот вопрос сейчас очень остро, потому что пушные звери не являются дикими. В течение 50 лет в нашей стране существует зверохозяйство, где животные, которые там были выведены посредством селекции, никогда в жизни не видели естественной среды обитания, о которой мы сейчас говорим. Все подзаконные акты, которые мы сейчас рассматриваем, содержат в себе одно слово, которое повторяется постоянно «дикий, дикий, дикий». Но лисы из зверохозяйств полностью зависят от человека. А спасать животных из зверохозяйств пушных зверей – это активная социальная позиция очень многих россиян. Пушные звери, я перечислю виды, это лиса, енотовидная собака, песец, норка, соболь и некоторые другие. Они не опаснее кошек и собак. Очень много лесоводов, очень много владельцев норок содержит своих животных в комфортных и правильных условиях. Скажите, пожалуйста, каким образом наш закон будет защищать единственно возможную инициативу спасения пушных зверей и зверохозяйств, если их невозможно причислить к диким, которые, кстати, сейчас, судя по переработанному списку, уже запрещены, то есть нам уже запрещают содержать лисиц, но их невозможно причислить к диким. А кто вам запрещает-то, я прошу прощения? Если лисиц… Вот сейчас, вам кто это запрещает, учитывая, что если они со звероферм, то это сельскохозяйственные животные? Давайте так, я еще не закончила. Нет, я у вас уточняю. С учетом того, что значит они будут считаться сельскохозяйственными животными, но наш закон федеральный, закон о защите животных не распространяется на сельскохозяйственных животных. Можно я приведу один последний пример? Ко мне обратилась девушка, которая сказала, что она отдыхала на лыжной базе, и там в клетке метр на метр сидит лиса со зверофермой, якобы спасенная. Как можно ее спасти, как можно ей помочь, если закон, о котором мы сейчас говорим, никак ее не спасет? То есть я предлагаю внести в список разрешения на содержание пушных зверей для частных лиц, для того, чтобы тот человек, который хочет спасти норку, не должен был регистрировать мифическое юридическое лицо. Никто этого не будет делать. Норка способна жить в квартире точно так же, как хорек. Лисица, я считаю, что она должна жить в загородном вольере, ей комфортно, но я знаю кучу лесоводов, которые содержат лиц дома, никому не мешают, и они создают своим животным адекватные условия. Спасибо большое. Хорошо, спасибо вам. Коллеги, давайте вот тут, сейчас, девушка не представилась, просто так эмоционально выступила. Подождите. А? Дарья. Дарья, мы вот сейчас обменялись с Егором Леонидовичем. Это надо будет в рамках вот этого круглого стола, который они будут проводить, надо будет туда погрузить, потому что закон действительно не распространится на сельскохозяйственных животных, он на многих еще животных не распространяется, да? Там, там, да. Но это вот то, о чем я говорил, это очень плохо, когда вас не слышат. Надо, чтобы вас слышали, ровно поэтому вас сюда и пригласили. Спасибо. Вы актуальный же вопрос поднимаете. И эмоция ваша, понятно, тоже. Пожалуйста, третий микрофон включите. Будьте добры. Добрый день, Рыбалтовский Евгений. Я представляю ведущих специалистов Зоологического института Академии наук, Герпатологического общества Никольского, и являюсь членом руководящего совета Всемирной ассоциации спасения амфибий. Значит, я хочу сказать по поводу уточненного нового списка животных. Хочется заметить, что в последние 50-70 лет в мире идет очень мощная, интересная тенденция новых пород, порода образования. Это экзотические животные. Невероятный интерес к экзотике во всем мире привел к тому, что занятие животными во всех цивилизованных странах считается хорошим, полезным занятием. Чехия, Германия и прочее, прочее, прочее. Новый список, который мы увидели сейчас, начал включать ряд видов, которые мы не очень понимаем. Я повторяю, я говорю от научного сообщества. Мы можем понимать вещи, когда животные опасны. Мы за закон. Многие страны регламентируют содержание экзотических животных, особенно опасных. Необходимо, как на оружие, получать разрешение. И это правильно. Опасные животные должны содержаться только по прохождению курсов и с разрешением, и с контролем за их содержанием. Но, к сожалению, многие списки, которые подавались в Минприроды специалистами и зоопарками, и были учтены в первом списке запрещенных животных, мы это видели и сказали, да, действительно, опасные животные учтены. Все, что необходимо, туда включено. Сейчас последний список, мы посмотрели, мы не понимаем, чем руководствовалась Минприродой. Во многом там необоснованные какие-то вещи. Мы видим соколов, мы видим ястребов. Ребята, вы убьете сокольников. Сокольничьих у нас и так в стране нету. Вы убьете службу аэропортов. Мы видим массу видов. Мы видим крокодилы, удавы. Ребята, регламентация, и все нормально. Мы сейчас в новом списке увидели лягушек. Я нашел сайт с этим списком лягушек. Это популярный сайт, называется он «Самые ядовитые лягушки». И вот так вот перечень, простите, я мировой специалист в области амфибий. Значит, первая лягушка, которая там есть, самая ядовитая лягушка в мире. Она у меня в кармане. Эта лягушка убивает 20 человек. До нее достаточно дотронуться, погибает 20 человек. Это листолаз ужасный. Я его беру в руки. Так вот, то, что... То, что... Засекайте 30 секунд. То, что Минприрода сейчас включает, не является, безусловно, опасным. Не надо ориентироваться на популярные сайты. Поверьте, специалисты вам дают списки. Верьте специалистам, они знают, что говорят. Привлекайте их. Все, спасибо большое. Спасибо большое. Интересно, если верить специалистам Минприроды, через сколько начинает действовать все равно. Я шучу. На всякий случай... На всякий случай... На всякий случай не отпускайте ее все равно. Пусть она будет у вас. Так, пожалуйста, третий микрофон. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я Дарья Змеева. Я являюсь заведующей... Я являюсь заведующей сектором герпитофауны Екатеринбургского зоопарка. Мы являемся, собственно, специалистами по содержанию рептилий и амфибий. Согласно федеральному закону о животных, сохранение генофонда разных групп в условиях неволи является одним из важнейших направлений деятельности человека. И также это касается нелицеприятных для обычных людей, не обходящих в категорию милых пушистиков. И важно признать, что абсолютно все животные важны в содержании в неволе. Ядовитые рептилии на данный момент содержатся только в трех зоопарках России. Это подтверждается данными информационных сборников ЕРАЗы от зоопарков. Почему такая проблема? Это проблема отсутствия специалистов по работе с данной группой животных. Закономерный вопрос, как в приютах для экзотических животных собираются содержать этих изъятых ядовитых животных. Потому что даже в зоопарках нет специалистов, чтобы их содержать. И в данном вопросе как раз-таки роль частных заводчиков является наиглавнейшей просто. Это подтверждается рядом научных статей от наших же коллег из зоологического института и иностранных коллег. И ввиду того, что зоопарки и океанариумы будут подвергаться лицензированию, и мы предлагаем также для частных заводчиков ввести разрешение на содержание так называемых сопрещенных видов животных для получения как на оружие все возможные параметры, которые там могут быть. И соблюдение методических указаний по содержанию ядовитых животных, рептилий и амфибий. Все эти рекомендации будут прописаны методически по содержанию собственно экзотических животных и это полностью позволяет содержать частному лицу в своих домашних условиях ядовитую змею. Потому что у нее есть ряд особенностей, которые не учитывают люди, которые содержат тех же носорогов и тигров, но это абсолютно реально для содержания частным лицом. Спасибо. Так, коллеги, вот сейчас, давайте посоветуемся. У второго микрофона у вас, да, пожалуйста, по минутке буквально тогда, хорошо? Да, буквально минутка. Меня зовут Дарья Бельченко, вот, я записывалась на законные пару минут. Вот, я 10 лет содержу экзотических животных, а именно рептилий, в достаточно больших количествах, в частных условиях. Помимо того, что это действительно реально, я полностью поддерживаю оратора предыдущего, предыдущих двух. Необходимо разработать и внести систему получения разрешений. Методички мы прописывали, они не дошли, списки свои, и я не вижу представителей зоопарка, к сожалению, сегодня, которые должны были это комментировать и рассказывать про эти списки. Они наши доработки принимали, и списки эти изменяли, в общем-то. Вы не представляете, какое количество людей, которые содержат рептилий и ядовитых в том числе, прячутся, потому что это очень спорная тема, и запрет не приведет ни к чему, кроме криминализации рынка и оппозиции. Спасибо. Так, пожалуйста, второй микрофон. Анечишкина Оксана Мурманск, руководитель приюта для животных общественного. У меня вопрос относительно зоомагазинов. Предусматривает ли закон какие-то санкции для зоомагазинов, торгующих животными, птицами и так далее, не только экзотическими, но и вообще? Потому что, мне кажется, на сегодняшний день здесь, в этом вопросе, ситуация катастрофическая, потому что те условия, в которых животные содержатся в магазине, и те виды, которые там продаются бесконтрольно, любой пришел и купил, мне кажется, что это недопустимо. Спасибо. Тема есть? Да. Я бы сюда добавил еще и птичьи рынки, потому что там-то вообще безобразие творится. Да, мы же... Ну, сейчас, сейчас, секунду, коллеги. Я чувствую, что я там разбередил рану, которую, может быть, не стоило бередить. Но тема действительно есть, это тема для отдельного обсуждения, но, по-видимому, это тема для обсуждения с профильными надзорными ведомствами, и МВД, это к подзаконным актам сейчас не имеет отношения к тому, который мы обсуждаем. Давайте, пожалуйста, вот первый микрофон, сейчас девушка нам просила слово. Сейчас, сейчас. Уважаемые коллеги, Наталья Дубнова, Балтийская забота о животных. Я хотела бы присоединиться к коллегам, что необходимо в некоторых случаях разрешать частным лицам содержать животных из списка запрещенных к содержанию. И мы предложили дополнить этот список исключений таким, что лица, которые нашли животное в беспомощном состоянии, это люди, которые подбирают покалеченных животных диких или детенышей, у которых убили родителей. И вот был случай в Брянской области, когда человек спасал этих птиц, беркутов, и сейчас он подвергается даже уголовному преследованию. И хотя, если данное лицо при условии обеспечивает животному условия содержания, подходящего данному виду, не использует его в коммерческих или иных целях, и это животное не может быть возвращено в среду обитания по тем или иным причинам, мы предлагаем разрешить в таких случаях содержать частным лицам животных. Спасибо. Так, пожалуйста, давайте второй микрофон, четвертый и заканчиваем. По поводу списка расширенного, я хочу сказать, что сейчас туда включили вот последнюю версию, то, что я видел, очень много животных, которые являются, ну, уже на протяжении многих лет разводятся в условиях неволи и являются неотъемлемыми участниками оборота и хобби. Хобби – это очень важное. Вы называйте, чтобы они в сценограмме оставались, ну, для чистоты отношений, что называется? Просто, чтобы поняли, да, что если будет принят список в том виде, в котором сейчас последним существует, то он нанесет просто удар по хобби, которым нарождается у нас только в стране, а за ним следует зообизнес, а за ним следует и наука, потому что каждое проданное животное, одно маленькое, содержащееся, оно может стоить там копейки, а вот все, что к нему прилагается, это террариум, аквариум и прочее, это совсем другие деньги, а это уже экономика, экономика государства. Я уж не говорю про то, что животные требуют там вывоз мусора, электричества, там, охлаждения и прочее, ветеринарное обслуживание. Понятно, спасибо. Давайте четвертый микрофон, мы договорились после этого поднести черту. Коллеги, Базаров Игорь Викторович, Театр Уголов дедушки Дурова. Я хочу немножко снизить накал страстей. Мы забыли, что у нас было постановление о зоологических коллекциях. Его никто не отменял. К сожалению, Минприрода и Росприроднадзор его благополучно похоронили. Если мы сейчас вспомним, что это постановление есть, юридически действующее, и оно позволяет тогда разрулить ситуацию с владельцами, которые содержат очень специфических животных, но которые представляют научную, культурную, какую хотите ценность. И вот если мы в проекты постановлений заложим грамотно мысли, я имею в виду запрещающие и, соответственно, еще исключение из этого списка, понятие зоологических коллекций, которое существует и которое юридически прописано. И вот тогда люди, подпадающие, содержащие под критерий, что они содержат зоологическую коллекцию, а там есть оговор, что даже индивидуальный особь может представлять научную ценность, тогда у нас вопрос снимается. Вот такая моя река. Спасибо большое. Давайте, это важное замечание, давайте Рамилю Ханифовичу попросим прокомментировать, что там по этому постановлению. Владимир Владимирович, давайте мы посмотрим постановление в связке с тем, что было сказано, и обязательно, конечно, я в Минпрода, то, что на рабочую группу, обязательно свои предложения внесем. Хорошо? Хорошо. А вы нам конкретизируйте тогда эту информацию, чтобы мы Росприроднадзор могли... Я зафиксировал и аудио, и записал. Хорошо? Коллеги. Второй микрофон включите. Зоологические коллекции должны заниматься, наверное, специалисты, а не все, кто хочет ради коллекционирования. И вот это хобби, о котором мы сейчас услышали, и тут даже хлопали. Одно дело спасти лесу из зверофермы, или кого там еще, норку, а другое дело разводить ее, продавать, и, может быть, мы уже откажемся от этого хобби, разведения. У нас достаточно собак. Хорошо. Спасибо. Коллеги, давайте... Так, давайте мы... Коллеги, все, я подвожу... Спасибо. Нет, все. Так, коллеги, я подвожу черту. Значит, мы переходим тогда к следующему подзаконному акту. Я хочу обратить внимание, это требование к использованию животных в культурно-зрелищных целях. Очень резонансная тема. Очень резонансная тема. Коллеги, но вот так будет происходить всегда, когда у нас с вами не будет консенсуса. Ну, уважайте чужую позицию. Здесь люди, у которых разные взгляды, разный опыт. Разный. Вот, давайте мы... Вот человек высказал позицию, ну вот он ее высказал, она у него такая. У кого-то другая. Это нормально вообще, что мы все разные. Вот, надо уважать друг друга. Требования к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию. Тоже подзаконный акт в СМИ активно обсуждался. У меня, на самом деле, вот к Министерству природы, самый, наверное, такой, знаете, самый простой земной вопрос. Вот, как будет регулироваться деятельность, которая, знаете, вида покататься на лошади на площади на каком-нибудь празднике. Вот мы все видели эти кадры, там, из Красноярска, где эту, значит, под Новый год умучили, там, лошадь это обошло, там, все федеральные каналы и так далее. Вот, исходя из того, что сейчас есть в этом подзаконном акте, я для себя, например, ответа на этот вопрос не нашел. Мне бы хотелось, чтобы этот ответ был однозначный. Поэтому, Егор Леонидович, вы нам эту тему прокомментируете сейчас, про подзаконный акт, там, вкратце расскажите, и потом мы перейдем, соответственно, к обсуждению, потому что у нас по этому вопросу... А, у нас Алексей Викторович, да, будет? Алексей Викторович Кубышкин, замдиректора нормативно-правового департамента. Я виноват, потому что это уже Министерство культуры Российской Федерации, я по привычке на Минприроды повесил не только всех собак, но еще и всех лошадей. Значит, Кубышкин Алексей Викторович, замдиректора нормативно-правового департамента, начальник отдела право-экспертизы Министерства культуры Российской Федерации. У нас Минкульт, ответственный за этот подзаконный акт, им отдуваться, соответственно, а у нас уже семеро записавшихся коллеги, поэтому... А потом у нас собаки потенциально опасных пород, вообще самая резонансная история. Поэтому давайте будем друг друга время уважать, с учетом того, что нам с вами до 6 часов надо закончить мероприятие, у нас час на работу остался. Пожалуйста, Алексей Викторович, вам слово. И про лошадь, на которой, значит, покатался. Коллеги, я бы хотел сразу обратить внимание, что законопроект постановления, он довольно-таки объемный, там, 56 страниц, да? Вот. Это то, что... Это рыба проекта постановления. То, что нам дали наши профильные департаменты, то, что дали наши подведомственные организации. Мы, как нормативно-правовый департамент, на своде. Соответственно, все те предложения и замечания, которые поступят в отношении этого проекта постановления, естественно, будут рассмотрены. На каждое предложение будет дан ответ. И если какие-то предложения принимаются, да, или учитываются в этом проекте постановления, об этом, соответственно, мы проинформируем. Если какие-то предложения отклоняются, мы обоснованно об этом говорим. Вот даже сегодня я там просмотрел на сайте регуляйшн, там пришло довольно-таки очень много откликов. как в поддержку, так и какие-то конструктивные замечания, предложения. Поэтому я хотел сразу заверить всех присутствующих, экспертное сообщество, что все замечания и предложения будут рассмотрены. В том числе те замечания, о которых будут сегодня здесь, все замечания, которые здесь будут озвучены. Алексей Екатерич, у нас это не прокатит такое дело. Вы нам должны сразу сказать, когда будут рассмотрены эти замечания. Вот представитель Минопереды сидел, он на самом деле сказал, 28-го мы соберем, значит, те, у кого есть там сомнения, вошли, их поправки не вошли. Значит, мы 28-го все это обсудим с каждым индивидуально. Все принимается. У вас когда это будет? Владимир Владимирович, у нас в соответствии с постановлением правительства о порядке раскрытия информации, у нас после проведения общественного обсуждения на сайте regulation, и, по-моему, если не ошибаюсь, в начале апреля, 5 апреля заканчивается общественное обсуждение, мы по результатам этих общественных обсуждений каждому, кто прислал соответствующее замечание и предложение, будет дан ответ. Мы намеренно не стали одновременно с размещением на regulation направлять их в профильные файлы, потому что понимаем, что этот проект постановления будет доработан с учетом вот этих вот замечаний. Поэтому сроки, но установлены сроки, которые предусмотрены. Все, я сейчас услышал, то есть по факту у всех здесь присутствующих сейчас есть возможность в рамках идущего еще общественного обсуждения замечание оставить на regulations. Я правильно понимаю? Совершенно верно. Ну, это даже упрощает немножко процедуру, потому что есть возможность интерактива. По некоторым подзаконным актам она, к сожалению, уже завершилась. Так, идем тогда по списку записавшихся. Первая, Новошилова Ирина Юрьевна, пожалуйста. Слышно, да? Ну, я к спискам хотела вернуться, потому что здесь оказалось очень много содержателей в домах, экзотических животных. Я не ожидала для меня, например, новость, что это, оказывается, поддержка генофонда, потому что мы как раз считали, что это способствует тому, чтобы популяции сокращались в естественной среде обитания. Это точка зрения биологов. А по списку вопросов, конечно, очень много. Мы не ожидали совершенно увидеть хоботных, жирафовых и так далее, потому что смысл списка внутри закона об ответственном обращении с животными мы видели в том, чтобы прекратить вот ту ситуацию, которая началась в 90-м. С приходом 90-х, когда у нас тигры и львы оказались в квартирах, лемуры, приматы и так далее. И с этим огромное количество проблем появилось, потому что это и неадекватно, то есть жестокое обращение с животными и небезопасность людей. Ну и Россия является основным потребителем экзотического товара, так скажем, то есть способствуя расхищению. Поэтому, естественно, список критики не выдерживает. Это и так дымчатый гепард, хоботные, сумчатые. Это виды, которые международными конвенциями запрещены. Здесь дураков нет, мы это прекрасно понимаем. Мы совершенно другой ожидали список. Что касается вот тех правил, которые Минкульт сделал, ну, я могу только одно слово сказать, это чудовище. Это такое чудовище, от которого просто волосы дыбом встали. Это только с одной стороны, я считаю, это оскорблением всего зоозащитного сообщества, и не только, а прогрессивно мыслящих людей в России, потому что это... Совершенно другое трактование очень многих явлений. То есть я думаю, что, в принципе, этот документ в связи с теми событиями, которые в мире происходят, он и так уже будет устаревшим, потому что цирки, давайте откровенно говорить, цирки с животными на свалке истории, потому что 50 стран мира уже их запретили. Это вся Европа. Нет, это исторический факт. Это исторический факт. Не спорьте, у нас ответы по всем странам. Идем дальше. Коллеги, давайте мы послушаем, а потом будет возможность выступить у других. Можно я дальше по этому проекту Минкульта? Вы знаете, раздел, который называется «Дельфинотерапия», ну, у меня просто волосы встают дыбом, у человека, который в науке 11 лет проработал, сеансы дельфинотерапии имеют точно такое же научное обоснование, как сеансы спиритизма. Давайте туда же тогда добавлять. По нормативам, что содержание животных в зоопарках, что в цирках, что в дельфинаре, это чудовищно малые размеры. Это просто, понимаете, там с одной стороны написано, что размах крыльев у птицы, вернее, что птицам должны обеспечиваться такие размеры клетки, что позволяет летать. А рядом 55-й пункт идет о том, что в полтора раза клетка должна быть больше размаха крыльев. То есть там даже повернуться фактически невозможно будет. Нарушение массы с ветеринарной точки зрения, это я уже как специалист все вышлю завтра до часа дня. То есть, например, содержание совместных разных видов запрещено санитарными и ветеринарными нормами. Непонятно, как в системе общепита могут использоваться животные и так далее. Дальше, ну, я хотела сказать по вот этим вот сеансам дельфинотерапии, что основатель этого направления Бетси Смит в 1971 году. Это вообще антрополог, который никакого отношения к животным не имел. Она заявила уже несколько лет назад, что это был не более чем рекламный ход. Все. То есть никакой научной ценности это не имеет. Ну, дальше масса нареканий по поводу каждого буквально пункта. То есть я весь этот проект расписала. Тут порядка 50 замечаний. Хорошо, спасибо. Давайте у меня тогда такое предложение. Коллеги, мы сейчас идем по списку записавшихся, потом я предоставлю слово с места. Значит, имейте в виду все, и кто выступает там с критикой, и кто выступает с поддержкой. Я имею в виду того подзаконного акта, который сделал Минкульт сейчас, что здесь особенность того, что продолжается его обсуждение на сайте Regulations. То есть туда можно погружать там свои замечания. И это его выгодно отличает от тех актов, где нам уже вдогонку приходится просить министерства проводить вот эти вот круглые столы. Просто для себя это имейте в виду, что вот эти вот ваши пункты здесь озвученные, они там должны сейчас быть. Пожалуйста, Белий Татьяна Ивановна. Здравствуйте, коллеги. Спасибо всем большое за то, что дали слово. Я директор Центра спасения дельфинов Дельфа и хочу поговорить про китообразных. Продолжу тему Ирины Новожиловой. Про дельфинотерапию и плавание с дельфинами расскажет мы быстро. Татьяна Евгеньевна Денисенко, она ветеринарный врач микробиолог и знает об этом гораздо больше. Я хотела бы предложить в очередной миллионный раз убрать китообразных и список тех животных, которых используют в культурно-зрелищных целях, так называемых культурных целях, потому что культура это никакой не несет в массы. И понятное дело, что мы не можем разом все перекрыть, все дельфинарии мы не закроем, но по крайней мере вот или в этих требованиях, или в другом акте, который называется перечень животных, запрещенных содержаниях, перечень случаев, при которых допускается использование животных в запрещенных содержаниях. Я уже запуталась в этих актах. Я предлагала внести туда, сделать исключение китообразных, которые были отловлены, приобретены уже после вступления вот этого нормативного акта в силу. Тогда, в принципе, наверное, это возможно. Также можно прописать это и здесь. Запрещается. Мы также отдавали свои варианты требований к дельфинариям, океанариум, да. Общие требования при обращении с китообразными можно прописать, что запрещается содержание и использование китообразных, изъятых из природы, приобретенных для содержания и использования в культурно-просветительских, культурно-зрелищных, научных и учебных целях после вступления в силу постановления об установлении требований к использованию животных. Тогда, не знаю, возможно, юридически это, ну, возможно. Все эти требования, Ирина тоже правильно сказала, да, размеры ужасают, потому что действительно идут в противоречие с законом, который был только что принят, да, где очень хорошо прописано, что такое жестокое обращение и говорится о том, что оно недопустимо. Сейчас вот Татьяна расскажет про то, чем грозит плавание с дельфинами в бассейне. Да, может быть, не надо, все-таки мы, значит, здесь с дельфинами не плаваем, вот, по крайней мере, в этот вот исторический момент, значит, а мы обсуждаем подзаконные акты. Давайте. Включите второй микрофон. С теми размерами, которые рекомендованы Министерством культуры для содержания китообразных. Дело в том, что я, как микробиолог, на самом деле обращаю внимание не только на биологические особенности животных, их размеры, их необходимое там плавание, сколько им нужно плавать, а также на состав микрофлоры, который находится в этих бассейнах. Дело в том, что одно китообразное в день выделяет 4 литра мочи и полтора литра кала, извините, воду. И вот во все это мы с вами пускаем наших детей на дельфинотерапию, да. То есть не надо быть здесь врачом, не надо быть микробиологом, чтобы понимать, что делать этого категорически нельзя. Никакой фильтр не справится с таким количеством микрофлоры. И есть ряд заболеваний общих у человека и морских млекопитающих, есть ряд публикаций на эту тему. Поэтому мы считаем, что необходимо, во-первых, если и проводить какие-то зрелищные мероприятия, хотя хотелось бы это полностью запретить, так, чтобы не было контакта человека ни с водой, ни с морскими млекопитающими в этой воде. То есть мы, в первую очередь, должны, конечно, думать еще и о тех людях, о посетителях этих мест, где содержатся животные. Поэтому, опять же, мы считаем, что необходимо привлекать также и медицинскую службу к разработке вот таких требований к содержанию животных в неволе. Спасибо. Включите второй минут. Ладно. Просто вот эти требования, которые были написаны к океанариуму и дельфинариуму, я так понимаю, что это взято нечто среднее, самое, как бы, по низам, да, от ВНИРО требований и от САЭТ морским млекопитающим. САЭТ морским млекопитающим эти требования писал в 2014 году. Там уже все поменялось, и руководство, и мнение, и вообще все уже признают, что китообразных нужно прекращать, содержать в неволе. Спасибо. Спасибо, коллеги. У меня тоже самое вам предложение, поскольку обсуждение подзаконного акта идет, надо это погрузить все на сайт регулейшнс, для того, чтобы коллеги могли учесть. От себя я могу сказать, что все предложения, которые сейчас прозвучали, они в рамках стенограммы, они будут переданы в профильное министерство. Так, пожалуйста, Островский Григорий Андреевич. Второй микрофон. Да, включите. Союз цирковых деятелей России, к сожалению, мы поздно вступили в это обсуждение, нас никто долго не звал, и в результате мы видим совершенно бездарно сработанную часть, которая касается цирка, и такое ощущение, что она направлена на уничтожение цирковых животных, уничтожение профессии дрессировщика, но уничтожение цирка вообще. Нет отсутствия нормативов нормальных, нет нормативов контроля, содержания, перевозки и так далее. Нет нормативов, обоснованных научным сообществом, а не на эмоциях каких-то отдельных людей. Второе, что удивляет, очень часто приглашаются в качестве экспортов, значит, люди, не обладающие профессиональным образованием, ветеринарным или хотя бы биологическим, а которые дают советы и по содержанию цирковых животных на уровне революционного самосознания. Далее. Есть очень, я не буду, наверное, зачитывать, но есть очень много моментов, когда Владимир Владимирович Путин поставил перед нами задачи в области цирка, да, и они все после 21 января 2020 года будут накроются. Это госпрограмма по искусству, концепция циркового дела и так далее, и так далее. Могу дольше продолжать. Кроме того, я хочу сказать, что настолько бездарно продумана система с лентинзированием, которое должно произойти 1 числа, что я подозреваю, что 2 января 2020 года начнется массовая эвтаназия с помощью двустволки наших животных из цирка. И это очень опасно. Я вас не хочу спрашивать. Помолчите. Вы говорили, я вам не мешал. Так, коллеги. Вот. Значит, я дальше продолжаю. Кроме того, я хочу сказать, что у нас очень часто, значит, дрессировщики очень много вкладывают в своих животных, и поэтому мы гораздо больше, чем могут вложить какие-то питомники и так далее. Я имею в виду не только материальные. Поэтому я считаю, что для животных, которые работали в цирке, нужны исключения. Их можно по завершению их трудовой деятельности. Дрессировщик, если хочет, под каким-то контролем может содержать у себя там какой-то территории. За свойствище. И последнее. Об общественных инспекторах. Нужно прописать какой-то очень четкий момент посещения медицинских цирков, потому что цирк – это работа. Это, значит, репетиции, это жизнь и так далее. Поэтому контроль, он нужен, но он должен быть не разнужденный. И самое последнее. В результате понимаем, что у нас защитные некоторые функции превращаются в самопиар, превращаются в эмоциональные какие-то вещи. И я считаю, тут уже просто на уровне общественности, даже Госдумы, нужно прекратить вот эту каналью, которая началась вот последние где-то месяца 3-4. Дошло до того, что дрессировщиков, иначе как живодерами, не называют. Вот сидит аскольд запашный. Вот на секундочку, между прочим, народный артист России. А его живодером отживают. С какого ляда? Вы ходили с ним в клетку? Коллеги. Вот. Дошло до того, что в учебнике по английскому языку за 8 класс дети переводят статью о том, как работает, чем руководствуется, значит, зоозащитное движение ВИТО. Это с какого ляда? Спасибо. Давайте все-таки. Спасибо, коллеги. Значит, нам надо начать… коллеги, ну давайте. Надо начинать с себя. Вот, ну, здесь никто, никого, никем не называют. Люди спокойно высказывают свои точки зрения. Они часто полярные, но Дума на сегодняшний день это единственное место, где могут услышать мнения друг друга люди с полярными точками зрения. Больше, к сожалению, вот негде. Но вот так получилось. Место для дискуссии. Вот эта дискуссия идет, но она будет идти, пока она будет уважительная. А Минкульт здесь, вот, его задача услышать всех. А мы потом с вами отнесемся к тому, что они нам предложат. И если это будет неадекват, я уже прошу прощения, но с точки зрения логики, вот тот документ, который они нам предъявят, но мы так и скажем, что это вот мы обсуждали, а какие-то вещи не были услышаны. Так, Агеева Динара Анверовна, пожалуйста. Здравствуйте, председатель общественной организации «Голоса за животных» Санкт-Петербург. Безусловно, если одним из положений федерального закона является то, что животное испытывает эмоции, может страдать, то по логике вещей в рамках этого закона эксплуатация животных в индустрии развлечений должна быть запрещена. Ну, потому что уже ни для кого не секрет, как там содержатся животные, лишаются свободы своей естественной среды обитания ради потехи человека. Но если все-таки пока еще до этого мы не дошли, дойдем рано или поздно, запрет будет введен, то в рамках требований мы предлагаем прописать методы дрессуры, то есть весь тот арсенал дрессировщиков, который используется для того, чтобы животные выполняли неестественные для них трюки, запрещается использовать болевые методы, использование палок, стеков, хлыстов, крюков, электрошокеров, запрещается лишать животных пищи, запрещается проводить репетицию и дрессировку с голодными животными. А для того, чтобы эти требования выполнялись, необходима постоянная круглосуточная видеофиксация нахождения содержания животных в цирке. И безусловно, нужно конкретизировать места содержания животных, потому что сейчас там очень неконкретно прописано сами клетки, вольеры, бассейны должны быть подходящими для биологических потребностей того или иного вида. И под каждый вид необходимо прописывать отдельно. У нас этот список есть, и мы обязательно его представим Министерства культуры. Спасибо. Так, Шитова Татьяна Николаевна, пожалуйста. Так, Татьяна Николаевна, Шитова. Татьяна Николаевна, пожалуйста. Да, еще раз здравствуйте. Я представляю систему филинологическую КУ. Мы хотели поблагодарить Министерство культуры за то, что нас услышали по поводу проведения выставок, ну конкретно кошек в данный момент. Я говорю, единственное, есть поправочка небольшая. В пункте 226 написано, что организаторами выставок домашних животных вправе выступать профессиональные сообщества селекционеров и питомники. Но, к сожалению, таких понятий нигде ни в одном незаконе и подзаконном акте разъяснений, кто это такие, что это такое, нет. Поэтому просим внести небольшую поправочку и прописать, что организаторами выставок домашних животных вправе выступать юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, имеющие материально-техническую базу для организации выставок, а также благотворительные организации, занимающиеся пристройством животных без владельцев. То есть тут небольшая поправочка в этом пункте. Дело в том, что у филинологических организаций существует многолетнее, много десятилетий уже отработанная система проведения выставок. Она международно признанная, не ущемляются никоим образом ни права животных, как их здесь называют, ни их физиологические потребности. И все проводится в соответствии с имеющимся законодательством Российской Федерации, никаких противоречий. Спасибо. Так, пожалуйста, Домогацкая Екатерина Григорьевна. Третий микрофон, пожалуйста. Я вот сейчас больше смотрю на часы и очень боюсь, что у нас закончится Российская Кинологическая Федерация, что у нас не хватит времени для обсуждения опасных пород, поэтому я очень коротко. Значит, первое. Мы, собственно, больше всего нас интересовали в этом подзаконном акте пункты, которые начинаются с 220-го. Значит, мы как организация, которая в течение года проводит больше 5000 выставок, призываем коллег из Минкульта просто принять кое-какие наши предложения по всем пунктам до одного. Там нет ничего критичного, но некоторые формулировки нам бы хотелось уточнить. Мы их направим. Я просто сейчас не буду отнимать на это время. Спасибо. Я просто, чтобы не ушло, чтобы тема не ушла. Значит, вы направьте, но с учетом того, что идет еще и обсуждение регулейшнс, и этот документ вам пока живой еще, вы имейте в виду, что, ну, собственно, этот сайт, он для этого и создан, для того, чтобы обсуждать там. Пожалуйста, продолжите. Услышали, там тоже сделаем. Но единственный, на один момент я хотела бы обратить внимание прямо сейчас, это вопрос об ограничении физического контакта с животным. Значит, когда мы говорим о том, что выставка – это не только зрелищное мероприятие, но мероприятие селекционное, мы обязательно подразумеваем, что судья, который осматривает собаку, тут есть обязательный элемент мануального осмотра. И это в том числе, то есть это не только вывод об анатомических особенностях собаки, да, но и это заключение о ее психической адекватности и об адекватности ее поведения. Поэтому при написании этого подзаконного акта этот момент надо обязательно учесть, что мы, да, говорим о том, что надо избегать каких-то нежелательных контактов, но этот контакт обязателен. Это первое. И, значит, здесь я еще, коллега будет еще говорить, я бы хотела все-таки вернуться к вопросу об обращении с животными без владельца, я там тоже записывалась, и обратить внимание только на один пункт. Как в законе, так и в подзаконном акте, к сожалению, нет разграничения между животным без владельца и животным, владелец которого на сегодняшний момент не установлен. И все мы, владельцы животных, мы очень беспокоимся, да, как будет работать ситуация, когда собака потерялась. Потому что даже любой самый ответственный владелец в какой-то момент, ну, он может потерять контроль над ситуацией. Может быть, имеет смысл обратиться к финскому опыту, где каждый владелец, потерявший собаку, обязан моментально известить об этом полицию, именно полицию. Потому что если, допустим, в течение какого-то времени заявление о пропаже не поступает, ты можешь быть обвинен в жестоком обращении, в том, что ты намеренно избавился от своей собаки. И, соответственно, каждый нашедший тоже должен такое заявление подать. Потому что в противном случае мы будем постоянно сталкиваться с ситуацией, когда наша потерявшаяся собака, которую мы изо всех сил ищем, кастрирована, стерилизована и кому-то пристроена. Поэтому вот эти пункты, их просто нужно как можно четче отработать, чтобы это не беспокоило нас. Спасибо. Так, значит, дальше мы продолжаем по записавшимся запашные, пожалуйста, Аскольд Вольтерович. Пожалуйста, четвертый микрофон. Потом мы перейдем вот к тем, кто… Здравствуйте. Друзья, я хотел очень конкретно по пунктам, но поскольку тема, она вызывает очень такую бойную реакцию, возбуждение у господ-радикалов, я позволю себе ремарку, что мы здесь с вами собрались не для того, чтобы продвигать личные мнения, а для того, чтобы конструктивно беседовать на тему профессиональных видов искусств, на тему, в принципе, наверное, благосостояния животных. И ваше мнение о том, что цирки находятся на задворках, истории их нужно запретить, я бы хотел попросить, чтобы, в общем сказать, оставались при себе. Потому что если мы все с вами будем, если мы все с вами будем, каждое личное мнение по поводу того, что где нужно закрыть, запретить, уничтожить, будем озвучивать, нам не хватит времени. Спасибо. Спасибо. Можно я продолжу? Друзья, я умею шоу делать лучше, чем вы все вместе взятые. Правда. 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 Друзья, давайте уважать друг друга. Да? Друзья, цирк имеет больше, чем 100-летнюю историю. И то, что вы хотите его унизить, оскорбить, не делает его таким, как вы себе его представляете. Поэтому давайте сделаем следующим образом. До меня выступали люди, и мы с уважением к нему относились. Я понимаю, что вы очень ждали моего выступления. Я очень внимательно слушал всех вас, кто выступал до, и тех людей, которые рассажены по залу и активно выступают, аплодируя, как квакеры, для того, чтобы поддержать активность. Друзья, нет, это профессия такая. Это профессия. Если вы не знаете. И, друзья, можно договорить? Можно договорить? Можно договорить. Вот вы выступали, заметьте, что я молчал. Почему вы не даете мне говорить? Да. Давайте уважать друг друга. Я всего лишь призываю вас к этому. Вот госпожа Новожилова, которая здесь выступала, она травит нас уже в течение очень многих лет, а я впервые ее вижу. Она выступает в качестве специалиста и заявляет эпические вещи касательно цирка. Выступает таким образом, как будто она что-то знает. Давайте по поводу любых вопросов в первую очередь обращаться к специалистам, к профессионалам, которые всю свою жизнь посвятили своему любимому делу. Спасибо. Касательно конкретики, я хочу небольшую ремарку касательно замечаний сделать. Они все целиком и полностью относятся в первую очередь к желанию сохранить наше искусство, усовершенствовать и отрегулировать. И, наверное, названия такие, как regulation и прочее, прочее, они нацелены в первую очередь на регулирование взаимоотношений. Мы, как и все нормальные зоозащитники, которые здесь присутствуют, люди, которые действительно работают с животными, являются профессионалами, специалистами, заинтересованы в том, чтобы в цирке был порядок, чтобы те обобщения, которые, господа экстремисты, используют для того, чтобы дискредитировать понятие цирк, они ушли из цирка, потому что обобщение слова цирк, оно часто используется, к сожалению, не по адресу, потому что любое частное шепито, которое получило непонятно где. Разрешение на работу в маленьком городе называется цирком. И в результате все проблемы с этим связанные потом приходят к нам и, естественно, используются в политических целях, объединяя в провокационные ролики, которые потом годами и десятилетиями даже показываются на сайтах организации ВИТО. Поэтому я прошу непосредственно представителей министерств обратить на это внимание. Мы здесь находимся не для того, чтобы продвинуть чье-либо желание уничтожить. И не надо, пожалуйста, использовать площадку Государственной Думы и прочих организаций для того, чтобы это осуществить. Я понимаю, что вы... Так, коллеги, коллеги, вот смотрите, вот подождите, подождите, коллеги. Вот мы, к сожалению, мы так ни к чему не придем. Но давайте, вот в этом зале точно нету ни экстремистов, ну, ни радикалов, ни клакеров, ни живодеров, ни других. Вот их здесь просто нет, от слова совсем. Поэтому у меня предложение какое? Вот у нас министерство культуры присутствует, он является как профильное ведомство адресатом всех предложений. Поэтому вот сейчас предложение министерства культуры. Какие в связи с вот тем проектом подзаконного акта, который у них сейчас вывешен на сайте regulations? Да, совершенно верно. Я позволил себе эти помарки только в связи с, в общем сказать, эмоциями предыдущих выступающих. Значит, пункт 3.12. Редакция. При тренинге используются только методы положительного подкрепления в скобках применения поощрения, но не наказания, и животных никогда не прожуждают к участию в процедуре тренинга. Для чего вводится этот термин? Для того, чтобы можно им было манипулировать. Любая форма дрессуры в цирке абсолютно эквивалентна дрессуре домашних животных. Методика ничем не отличается. Каким образом вы собираетесь регулировать взаимоотношения человека и животного в домашних условиях, и почему вы считаете, что камеру нужно поставить на 24 часа в цирке, а не себе на голову как домашнему владельцу? Вот это непонятно. Поэтому давайте трактовать правильно и вводить термины верно. Мнение. Животное не имеет возможности выразить согласие или несогласие к участию в процедуре тренинга. Любое действие, направленное на обучение, является принуждением. Аналогичное действие также применимо при воспитании детей. Соответственно, любое понятие воспитания можно интерпретировать как насилие и принуждение. Поэтому я прошу либо дать правильное пояснение этому термину, либо его исключить. Потому что это и есть регулирование. Далее. Пункт 3.13. Редакция. При этом должны выполняться следующие условия. Предоставление носит просветительный характер, демонстрирует естественное поведение и способности животных, что должно вызывать у людей уважение к подобному поведению и самим животным. Необоснованной является фраза «естественное поведение», поскольку без расшифровки данного понятия оно имеет широкий спектр значений. К примеру, можно ли отнести езду медведей на велосипеде к естественному поведению животных. Содержание собаки в квартире 20 метров квадратных таким же образом можно легко интерпретировать как содержание в неволе. Так, коллеги, значит, давайте… Друзья, можно продолжим? А сколько, Пальтерович? Просто у нас тут все вот в равных условиях находится. Мы… Давайте будем исходить из чего? У вас немножко такая длинная вступительная часть получилась. Ну, вынужденная. Я… Я… Нет. Ну, сейчас каждый начнет вынужденно такую же. У меня… У меня тогда такое предложение. Значит, ну, я… Исходя из того, что я вижу у вас перечень там предложений, мы… Я могу вам по его просто передать. Мы давайте с министерством культуры… Да, конечно. …отработаем просто. И таким образом, ну, соответственно, попросим ведомства к ним соответствующим образом отнестись. Хорошо? Да. И мое одно пожелание – это во всех вопросах, когда озвучиваются, в общем сказать, мнения по поводу дельфинарии или цирка, в первую очередь приглашать представителей профессионального сообщества, не людей, которые имеют мнение, а людей, которые имеют знания, статистику и факты, подтверждающие те или иные утверждения. Спасибо. Спасибо большое. Но поэтому вы здесь находитесь и ваши коллеги, которые вам аплодируют, и другие люди, у которых есть другие мнения. Спасибо. Да, наверное, так будет надежнее. Так, сейчас, вот я должен разобраться. У нас Юрий Алексеевич Корецких еще записывался, но, по-моему, вы говорили, что вы по собакам там хотите выступить, по потенциально опасным. Нет, я лучше здесь, потому что я специально там в прошлом выступлении время сократил. Пожалуйста, да. Пожалуйста. Во-первых, ну, сейчас цирки обсуждать бессмысленно, потому что им конец придет в ближайшие 10 лет, и поэтому это тенденция, от которой не уйти. А сейчас мы, к сожалению, вынуждены обсуждать, как их урегулировать, и тот документ, который у нас есть. Когда я первый раз скачал с регулейшена этот документ, я на него посмотрел, я сначала не понял, они ошиблись, что ли, или какой-то черновик загрузили. Потому что, ну, обилие не то, что там пунктационных, орфографических, стилистических, полностью документ, ну, извините, но безграмотный абсолютно, причем по всем разделам. И сейчас нам придется в оси по поводу него разговаривать, и там концепция такая, что нужно обсуждать и его пункты как-то дорабатывать, хотя по-хорошему нужно полностью переписать. Он делится на три части, скажу так, по-быстрому. По зоопаркам там нету конкретики. Я когда тоже вот и по регионам ездил, люди, которые будут надзорными органами, говорят, нужна конкретика. По зоопаркам там все сводится на 19 сторонник с тому, что животным должно быть хорошо, никакой конкретики, ничего нет. Это будет просто декларация, которая никак на практике работать не будет. По поводу цирков. Ну, тут вообще ужас, когда смотришь требования, что минимальный размер клетки для животного должен быть не более чем в три раза больше, чем оно на четырех лапах занимает площадь, но это будет получше. Не менее, не менее, но это допустимое значение, значит, оно разрешено, значит, оно разрешено. Так, коллеги, давайте, ну, без оппонирования, давайте, ну, надо... Нет, это текст закона, который нам предложили. Так, ну... Не менее, но значит, это допустимо в три раза, да, да. Это с точки зрения трактования закона по цифрам, не менее, вот в три раза больше и достаточно. Вы хотите держать льва на площади, которая в три раза его больше. Там, там, там конкретика дальше идет и по... Там же как идет раздел? Хищные, крупные хищники, потом идет там птицы, потом идут рептилии, а потом идут семейства кошачьих, да? И в крупных хищников ходят тигры, львы, гепарды. И в кошачьих, опять же, тигры, львы, гепард. Получается, два раздела, которые дублируют друг друга. Это абсолютно... Правильно, это абсолютно безграмотно, потому что нельзя в два раздела с разными нормами запустить по одним и тем же животным. Понятно. Еще предложение? Еще, когда посмотреть пункт, который просто вызывает, я не знаю, шок у людей, что разрешено и обязательно кормить раз в неделю хищников живыми кроликами, курицами, мышами и так далее. Плюс в качестве рекомендации, там говорится, допускается кормить живыми козлами и овцами. Но это что вообще? Это что устраивает? Это не природа, это называется негуманное отношение... Так, коллеги, ну опять вот, опять то же самое. Ну, давайте. Так, стоп. Коллеги, все. Коллеги, ну вот так вот получается. Но мы сейчас подведем черту. И кто-то не успеет выступить. Ну, зачем это? Юрий, завершайте. Еще какие предложения? Да, завершаю, что живыми кормить это крайне негуманно. Везде практика, можно кормить замороженными мертвыми. Спасибо. Да что нельзя, что вы рассказываете, ладно? Так, коллеги, у нас с вами на поверхности... Ну, что такое? Все, подводим черту, значит. Ну, подводим черту. Сейчас будем обсуждать потенциально опасные породы собак. У нас полчаса осталось на самый резонансный вопрос. Коллеги, нет, не будет у вас трех минут. Ну, потому что сами съели время вот этим вот обсуждением. У нас полчаса осталось на самый резонансный подзаконный акт. Ну, куда? Что? Ну... Так, значит, компромиссное решение принимаем. Вот те, кто сейчас находится у третьего микрофона, у второго микрофона и у первого микрофона, по одной минуте на каждого, коллеги. Одна минута. Я прошу прям тайминг поставить на каждого выступающего одну минуту. Только коротко предложение Минкультуре, не друг другу. Потому что у нас сидит представитель ведомства, и он не заснул только потому, что вот такая эмоция есть в зале. А так к нему ни одного обращения, зато к друг другу ужас сколько. Поехали. Третий микрофон по одной минуте каждому. Евгений Купляускас, Российской кинологической федерации. Некоторые пункты опущу. Я по существу. Есть некоторые проблемы, связанные по культурно-зрелищным мероприятиям. Моя коллега уже сказала, что РКФ проводит более 14 тысяч мероприятий в России. Так вот, максимальное число дней выставок, три дня зафиксировано. Мы предлагаем минимум четыре дня, потому что если следовать мировой практике, то такие мероприятия могут проходиться именно такое количество дней. Особенно такая практика развита в труднодоступных районах, где крайне редко выставки проходят, и владелец вынужден перемещаться с одного города в другой. Далее. У меня есть конкретное предложение по поводу организаторов выставки с участием животных, которые не допускаются до участия, если их нет в списке. Этот пункт заведомо не исполнен, потому что в рамках РКФ, в рамках наших организаций регулярно проводятся некоторые... Так. Коллеги, ну от РКФ выступления по каждому подзаконному акту иногда не одно. Но, коллеги, давайте, вот мы же договорились с вами, вы и сейчас... Значит, послушайте, все, тогда я подвожу черту. Вы извините меня, мы переходим тогда к шестому подзаконному акту. Коллеги, должен быть консенсус. Значит, у нас потенциально опасные собаки. Потенциально опасные собаки. Коллеги, вот к этому приводит неуважение друг к другу. Коллеги, самый резонансный из обсуждаемых сегодня подзаконных актов перечень потенциально опасных собак. Значит, во многих субъектах есть установленные на региональном уровне перечни потенциально опасных пород собак. Татарстан, Башкирия, Ленобласть, Севастополь, Московская область и так далее. Значит, с 97-го года многие перечни действуют. Так, не уходите, подождите. Значит, Минкультура, я попрошу задержаться. Коллеги, вот я видел просто, что с документами некоторые приходили. Вы передайте сейчас представителю министерства. Нет, подождите. Вы вот получите от РКФ документы и так далее. Они ради этого сюда приехали. Значит, продолжаем по перечню потенциально опасных пород собак. Значит, коллеги, но в СМИ и в экспертном сообществе прозвучало много замечаний к тому перечню, который был представлен Министерством внутренних дел. И с точки зрения тех пар, которые туда вошли, и с точки зрения там, в том числе, наличия орфографических ошибок и так далее. Поэтому я предлагаю сейчас представителю Министерства внутренних дел дать слово, значит, для доклада, пожалуйста, Беззубов, Алексей Борисович, и потом обсудить. Пожалуйста, Алексей Борисович. Спасибо, Владимир Владимирович. Немножко поясню, что перечень был составлен на основании предложений федеральных органов с исполнительной власти, в том числе Российской кемиологической федерации. Если вы себя потише будете вести, то все услышите. Спасибо. Повторюсь, что перечень был составлен на основании предложений федеральных органов с исполнительной власти, в том числе Российской кемиологической федерации. Туда достаточно вошли 69 пород. Основная масса, правильные они или неправильные, это не нам судить, это вам судить. Для этого и проходят процедуры общественного обсуждения. Сегодня крайний день. Но у нас уже более 100 замечаний от общественности, в частности. И на данный момент по замечаниям Министерства сельского хозяйства перечень скорректирован. Он будет еще, возможно, корректироваться по мере завершения общественного обсуждения. На данный момент перечень числится 13 пунктов. Из 71, который был. Так точно? Пока да. Хорошо. Но я помню, что это была главная просьба общественности сократить этот перечень до минимальных 10-15, которые во всем мире там есть. Давайте мы послушаем президента Российской кемиологической федерации Владимира Семеновича Голубева. Пожалуйста, Владимир Семенович. Извиняюсь. Добрый день всем. Не знаю, коллегам, друзьям нет. Ну, врагов у меня здесь точно нет. Поэтому с большим удовольствием со всеми здороваюсь. И немножко отнимаю время у своих коллег. Три человека у нас отказались. Поэтому у меня будет более длинная. И, конечно, критика теперь в адрес МВД немного у меня будет отсутствовать. Потому что здесь вы сказали, что с нашего рекомендации, а мы давали 13 пород. На самом деле это 9, мы как выясняем. Ну, пусть 13. И, конечно, когда вы увидели, что там 7 местных... Там не 13 пород, там 13 пунктов в этом перечне. Я не говорил про пород. Ну, тогда извиняться не буду. Извиняюсь. Тогда все. Тогда просто займу время. Нет, Владимир Семенович, я просто пытаюсь выяснить. 12 плюс метисы. 12 пород осталось. Ну, давайте я просто кратко так забрал время у своих коллег. Я уложусь побыстрее. Но это будет все равно время, рассчитанное на четверых. Очевидно и понятно влияние человека на своего четвероногого друга. Независимо от того, является ли он чистопородным или дворянином. Но не надо забывать и о том, какое влияние оказывают на человека его четвероногие друзья. И как любой из них может изменить наш быт, уклад, наше внутреннее состояние, да и нас самих. Вам ли рассказывать об этом? Ведь здесь собрались многие люди, подобные мне, кто не просто любит животных, но посвятил этому увлечению, если не всю жизнь, по крайней мере, часть своей жизни. Мы обязаны любить и любим своих питомцев, какие бы кровей они не были бы. Имеют ли они великолепную родословную или являются яркими представителями улицы. Но давайте задаемся вопросом, почему собаки на выставках и чемпионатах, пусть не всегда дружелюбно, но спокойно дают совершенно постороннему человеку, которого видят первый раз в жизни и который без спроса протягивает к ним руки, трогать себя, залезать к ним в пасть, осматривать зубы, ощупывать тело, вплоть, извините за такую бестаклисть, до половых органов. Ответ очевиден. Это результат многовекового сосуществования человека и собаки, результат их тесного содружества, результат многовекового труда человека над породами собак и правильным породным темпераментом, а также труда конкретного владельца по социализации конкретной собаки. Помню об этом, легко понять, почему перечень потенциально опасных пород, собак и проект соответствующего постановления правительства, который был предоставлен коллегами из МВД, получил такой широкий резонанс, прежде всего, в среде кинологов. Люди, по-настоящему увлеченные кинологией, прекрасно понимают, что не существует опасных пород, так же, как не существует опасных марок автомобилей или опасных национальностей людей. Опасными могут быть только отдельные особи, а не целые породные или видовые группы. Ответственность за поведение собаки в полном объеме несет ее владелец, и меры законодательного регулирования должны применяться не к собакам путем запретов или ограничений, накладывая при их содержании, а к владельцам в случае нарушения требований действующего законодательства и необеспечения надлежащего поведения животного. На современном этапе для всех пород, признанной Международной кинологической федерацией, членом от которой от России является Российская кинологическая федерация, основным требованием к собаке является социальность и отсутствие выраженной агрессии к человеку. В каждой породе проводится работа, по исключению из разведения особей, которые проявляют подобное поведение. Это подтверждается специальными решениями, например, Российской кинологической федерации, по отношению к конкретным собакам, проявившим недопустимое поведение на выставочных и спортивных мероприятиях. Недопустимое поведение может проявить собака любой породы или беспородный особ, если она имеет наследственное обусловленное отклонение поведения и или не прошла должного воспитания и обучения. Считаем, что в таком ключе определение потенциально опасной собаки может быть сформировано как собаки, которые не прошли обучение и не показали положительный результат при их тестировании на социальную адаптацию и безопасность. Кроме того, в целом проект постановления в редакции, предложенной коллегами из МВД, представляется недостаточно обоснованным с научной и профессиональной позицией в силу отсутствия мотивированной аргументации и критериев, в соответствии с которыми фигурирующие в перечне породы были отнесены к потенциально опасным. Ссылка на то, что в перечень включены породы собак, обладающие генетически детерминированными качествами, агрессии и силы не находят научного обоснования и не подтверждена статистическими данными. Если уже и говорить о понятии потенциально опасных собак в консердии пород, то следует говорить только о тех породах, которые используются для травли, и аборигенных породах, в которых не велась селекция на лояльность к человеку. В связи с ее особенностями их поведения остаются не до конца изученными со стороны кинологической науки. В соответствующий перечень был предоставлен РКФ профильное ведомство. Я рад, что у РКФ и экологическое сообщество в целом есть возможность здесь, на площадке Государственной Думы, представить свое экспертное мнение, которое, я уверен, будет учтено профильным министерством и ведомством. Спасибо большое. Коллеги, вот это, между прочим, пример того, как по самым спорным вопросам может находиться общая позиция. Почему? Потому что, когда этот перечень только заявили, и в нем было 69 пород, приходили журналисты брать комментарии у зоозащитников, приходили журналисты брать комментарии у экологов, приходили журналисты брать комментарии у меня как у представителя комитета. Я потом смотрел эти сюжеты, мы говорили все об одном. Мы говорили о том, что вопросы неадекватного поведения животного Вопросы к его хозяину, а не к животному. И, соответственно, подход должен быть такой. Конечно, этот перечень из 69 пород был недопустимо раздут. Уж кто туда только не был включен. Поэтому сейчас мы обменялись. Все-таки Министерство внутренних дел услышало предложение РКФ, услышало предложение нашего комитета, услышало предложение ряда коллег из зоозащитных организаций. И сейчас вместо 69 пород, ну вы знаете, что в мире от 9 до полутора десятков в разных странах таких пород присутствуют, если брать мировую практику, на которую мы часто ориентируемся. Они сейчас сделали 12 плюс 1, да, получается? Вы нам перечислите их, пожалуйста, Алексей Борисович. Но с пониманием того, что это список по состоянию на сегодняшний день. Мы понимаем, что там какие-то подвижки еще могут быть. Пожалуйста. Да, возможно. Прошу прощения, если неправильно назову наименование породы. Я не в эксперт в области наименования пород, как они правильно называются. Это больше представители МРКФ. На данный момент в перечне остались Акбаш, американский бандок, амбульдог, бразильский бульдог, булекута, бульдог алопахский чистокромный отто, бендог, волкособачьи гибриды, волкособ гибрид волга, гульдонг, питбуль мастиф, северокавказская собака и метис этих пород. Спасибо. Коллеги, это вот к вопросу о конструктиве. Но при этом вы имейте в виду, что МВД это не только позиция Министерства внутренних дел. Они как ведомства, которые на своде, они вынуждены синхронизировать здесь позицию всех силовых ведомств. Я же правильно понимаю, да? То есть это большая работа, которая была проделана и которая привела к тому, что список был сокращен более чем в пять раз. За весьма короткое время, недели за три, в моем понимании, это произошло. Вот так надо двигаться другим министерствам, когда идет обсуждение животных, запрещенных к содержанию, когда идет обсуждение использования животных в культурно-зрелищных мероприятиях. Услышали всех, нашли компромиссное решение и вышли. И на входе это был самый резонансный акт, который справедливо атаковали и журналисты, и эксперты, и кинологи и так далее. Ну атаковали в кавычках. Мы же правильно, Владимир Васильевич сказал, здесь все товарищи. Мы все, в общем-то, на одном языке говорим преимущественно. Иногда с разными позициями. На выходе получился компромиссный документ. Так, коллеги, нуждается он в детальном обсуждении или мы ограничимся там? Есть желающие выступить? Так, стоп, ой, прошу прощения. Да, все. Увидел, что тех, кто записывался, тогда давайте Урожевскому Владимиру Александровичу, президенту Союза кинологических организаций России, пожалуйста, первый микрофон, Владимир Александрович. Потом приготовится броневистка и Илония Александровна. Спасибо. Мы не раз заявляли, что закон, принятый Госдумой, он очень сырой и, конечно, нерабочий, даже дискриминационный. Нерабочий, потому что собак можно передавать только в специально отведенных местах. Я поясняю просто почему. Специально отведенные места, это, например, птичий рынок. Как ветеринарный доктор я могу сказать, когда вы придете передавать щенка на птичий рынок, после двух недель этот щенок погибнет на 99% и не речится ни паровирусный, коронавирусный интернет 99%, а затем год еще будут умирать у вас в доме все щенки, потому что вирус практически невозможно вывести из квартиры, дома, в обычных условиях, в которых мы живем. Поэтому его просто невозможно исполнить. И каждый нарушитель, сидящий здесь, который каждый производит котят и щенков. Также мы нарушать будем все законы, когда мы гуляем в не специально отведенных местах. Специально отведенных мест у нас очень мало. А в ЦАУ, например, их там практически вообще нет. Ну и в многих регионах, городах их просто не существует. Поэтому каждый, может, должен будет платить штраф и нести большую ответственность. Мы должны также быть обязательно думать о здравом смысле. И вся надежда на подзаконные акты. И, конечно, я просто благодарен Богу МВД, что разум возобладал. Потому что мы, когда читали первый список, начиная от того, что вся наша российская гордость, черные терьеры, восточно-европейская овчарка, среднеазиатская, кавказская, это все были туда причислены. Это то, чем мы гордимся, то, чем занимались наши предки, выводили. Это достояние, национальное достояние, которое хотели туда вписать. Также этот первый список попадали у нас собаки охотничьи. Если вы читали внимательно закон, первый пункт исключает охотничьи породы. То есть это просто нарушение той самой дискриминации, о которой я говорил. Потому что охотничьи собаки у нас могут лаять, кусать, бегать. Это говорит закон наш, который мы приняли здесь в Государственной Думе. Владимир Александрович, у него нет уже этого списка. Его нет. Да, да, я очень благодарен. Да, конечно, я уже даже не говорю, что о супердоге, который там с лисицей помешан. Это большое счастье. И, конечно, очень здорово, что вы нас здесь собрали. И то, что действительно преобладал здравый смысл и вписанный. Хотя, опять же, я хочу сказать, самое главное, что агрессивных пород собак не существует. Есть собаки, которых плохо воспитали. Агрессивная особь, может быть, в каждой породе собак. Согласитесь. Да, что касаемо списка, как вы сказали, в каких-то странах, там столько-столько в Англии, Питбультерьер только, например. В других странах есть список, который… Так, коллеги, Владимир Александрович, вот мы сейчас про 12 пород. Это компромиссное решение. Да, мы поддерживаем абсолютно правильный список. Да, разум возобладал. Мы очень благодарны. Это прекрасно. Все. Спасибо. Слава Богу, МВД. Да. Значит, да. Коллеги, но я хочу сказать, вот для всех, да, проходите, Илон Александрович, пока к микрофону, а я скажу, как человек тоже, значит, с недавних пор являющийся владельцем собаки, которую я забрал из приюта, что никто никого сейчас не штрафует, потому что пока муниципалитеты не создадут возможности для выгула и специальные площадки, мы никакие штрафы выводить не будем. И это подход. Вы сначала создайте людям условия в шаговой доступности, чтобы были оборудованные площадки, а потом какие-то санкции можно обсуждать. Пожалуйста, Илон Александрович. Я очень быстро и о компромиссах как раз. Вот прозвучало, что хорошо, что список сократили, но все время вот эти окаянные метисы звучат. Значит, у нас в законе написано, что вот есть опасные породы и гибриды, и прочие. Прочие, я понимаю, это те, у кого плохие хозяева. Вот, а, значит, соответственно, постановление снабжено такой вот аннотацией, что никаким образом оно не будет ущемлять цели достижения там государственных программ, целей этих, и отражаться на разного рода финансовых вопросах. Так вот, значит, с одной стороны, мы везде слышим, что мы живем ради людей, ради простых людей. И вот те самые именно малоимущие слои населения, у которых в основном метисы, вынуждены будут покупать всякие строгачи, намордники, гулять в тех самых отведенных местах, которых нет. Да, потому что у них метисы. А как мы можем определить, кто там зашит в этом метисе, не сделав генетического этого анализа, который стоит... Нет, метисы гибриды, гибриды. Так, коллеги, подождите, не ссорьтесь, я только вас... Подождите, Илона Александровна, подождите, при всем уважении, я только всех померел. Значит, Алексей Борисович, значит, 13-й пункт зачитайте буквально, как он записан. Метисы пород, указанных в пунктах 1-12. Ну, коллеги, все, подождите, подождите, Илона Александровна, мы вам его включим. Ну, читать буквально надо. Метисы пород, указанных в перечне 1-12. Значит, хотите по-честному? Никак. Ну, никак. Ну, если будет сделан анализ, ну, а он без согласия владельца не будет сделан. Два слова, вот, хорошо, а те наши метисы, я не понимаю, как можно определить метис, и до какого колена он метис этой породы. Есть Нига-дог в Америке, да, вот, Нига, он хочет иметь бойцовую собаку, браза Нига, да, ему нельзя, он заводит Нига-дога. Он скуластый и похож на бойцовую собаку, но ему можно ее завести. Да, подождите, ну, я говорю обывательским языком, да. У нас есть еще те... Так, коллеги, ну... Не кричите, миленький, вам так не идет. Вот, пожалуйста, я к тому, что это первое, но с одной стороны, вот я про метисов, и второе, про метисов мы имеем дело, я работаю все время с безнадзорными животными, вот хрен знает, кого они метисы, да, и мы их, ну, кого-то можем выпускать, не агрессивных, а если они метисы тех пород, о которых говорили слева, то мы их не можем выпускать, значит, мы должны их содержать пожизненно и всю страну покрыть приютами, недорого очень. Давайте уберем слово просто метисы, а заменим его на гибриды, да, это же... Гибриды так указаны уже. Так, все. Гибриды-то когда два вида. Вот, да, два вида, правильно. И породы. Да, два, а, два вида. Да. Так, спасибо. Значит, только все успокоилось, как Илона Александровна, значит, бросила гранату прямо в самый центр нашего тесного круга. Включите второй микрофон. Люди, пожалуйста, что с этим делать? Объясните мне, пожалуйста, что, до какого колена наши метисы будут метисами опасными, и как определить, метис он или нет? Что? Так, коллеги, значит, подождите, давайте так, значит, понятно. Секундочку. Значит, сейчас мы сделаем следующим образом. Слово Алексею Борисовичу Беззубову, как представителю МВД. Алексей Борисович, вы можете сейчас прокомментировать этот вопрос, который вот Илона Александровна задала? В какой-то степени не могу, это больше к РКФ, к специалистам. Хорошо, тогда есть предложение дать кому-то из коллег из РКФ еще слово, чтобы позицию... Пожалуйста. Вот к третьему микрофону, пожалуйста. Ну, чтобы позицию Федерации можно было озвучить. Вот был конкретный... Только давайте так, чтобы... Вот у нас 4 минуты осталось. Да. Чтобы вот на конкретно поставленный вопрос Илона Александровна позицию Федерации. Мы понимаем, что это не позиция вот ведомства. Ну, в данном случае тут после Владимира Семеновича трудно что-либо добавить. Значит, конкретно для... по поводу предыдущего вопроса. Метисы тех пород, список составлен так, чтобы, ну, ни одно животное максимально не пострадало на самом деле. Гибридов пород не бывает. Это межвидовое скрещивание. Значит, соответственно, никто не будет злонамеренно заниматься вашими метисами. Специально так составлен список, чтобы культурные породы распространенные в него не попадали. Зачем это нужно? Потому что каждая порода на выставке, каждая породистая собака, проходит процедуру, как тут говорили, ощупывания мануального осмотра. Находится в скучном, так сказать, тесном помещении с другими особами. То есть говорить о какой-то опасности породы целиком нельзя. Опасными могут быть только отдельные особи, как может быть опасен, допустим, отдельный человек-преступник. Если мы сформируем обширный список, то в этот обширный список попадут все дворняги и все метисы. Потому что у каждой можно будет найти кого-то из этой списки опасного. И это никому не нужно. И последнее, что я хочу сказать, что законы, к счастью, они не пишутся навечно. Это не каменные скрижали, они не действуют бесконечно долго. И во многих странах уже стали уходить от этой глупой и порочной практики формирования списков опасных пород. В частности, одной из таких первых ласточек была Италия. И будем надеяться, что, может быть, второй ласточкой потом будет Россия, когда этот закон исправят и вообще уберут эту статью. Спасибо. Так, коллеги, есть предложение подводить черту. Нам очень тяжело дался вот этот вот компромисс по этому резонансному вопросу. Но вот тут смотрите, вот я считаю, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь рук. Коллеги, я не могу. Я не могу даже по минуте вам дать. Но тут у нас осталось две минуты до конца мероприятия. Поэтому давайте подводить итоги, а потом мы с вами можем обменяться после окончания мероприятия еще. Вы подойдете и зададите его. Второй микрофон. Тиль и метисов продолжают гибнуть животные. Вот я просто это вы... Так, выключайте второй микрофон. Послушайте. Коллеги, ну, я извиняюсь, конечно, но... Значит, у меня вообще много вопросов к МВД, но мы сейчас обсуждаем подзаконные акты. Коллеги, завершаем мероприятие. Ну, вот вы сами вот к этому подводите. Значит, дорогие друзья, я всех хочу поблагодарить за конструктивную дискуссию. Шесть очень таких потенциально конфликтных подзаконных актов обсуждены. Где-то золотая середина и компромисс найдено. Где-то мы находимся в процессе, но каждое ведомство и Министерство культуры, и Министерство природы, и МВД сейчас заявило о продолжении работы над этими подзаконными актами. Мы с вами исходим из того, что сейчас мы черту не подводим, и те позиции, которые сейчас звучат, они ведомственными, должны быть услышаны и учтены. Сейчас у нас остаются здесь, в зале находится, Беззубов Алексей Борисович, представитель МВД, Лыков Егор Леонидович, представитель Министерства природы Российской Федерации. Те, кто не успел от микрофона задать вопрос, вы можете сейчас свои предложения, сформулированные, коллегам из Министерства здесь представить. Всем большое спасибо за участие. Мы уложились в три часа. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...